И, в принципе, мы начинаем. Давайте похлопаем друг другу, чтобы взбодриться на вас. Я хочу вам сказать спасибо, что вы пришли, потому что здесь мои клиенты, мои партнеры, наши инвесторы, наши компании и люди, кто уже видел наш семинар и пришел повторный. Это о чем-то говорит? Привет. Прилипает от Санкт-Петербурга. Здорово. Цель сегодня наша для вас познакомить с бесплатными способами продвижения, которые используем мы в наших компаниях, и рассказать о каких-то наших фишках, о каких-то наших преимуществах и успехах, которые нам помогли. Когда у вас будут вопросы, вы, пожалуйста, задавайте. Нам нужна активная публика, кто спрашивает, кто интересуется, какие-то примеры приводит и так далее. Просьба поднимать руку, и мы с вами здесь. Ведется запись данного мероприятия, которое потом будет вам... Выслана, да, видеозапись. Выслана видеозапись со всеми тонкостями, то есть, что можно все спросить. Меня зовут Ксения, мой партнер Дарья. Я так понимаю, вы кое-что о нас уже знаете, если вы проходили по ссылке, регистрировались. Там было краткое описание. Спасибо. Да, нет? Да, да, да. Окей, мы тогда расскажем у нас, не вопрос, это я люблю больше всего. Все, в принципе, Дарья начинает, я присоединяюсь тоже, хорошо? Отлично. Все, поддержим Дарью. Вообще-то интересно. Хорошо. Я хочу начать с того, что немножко вообще представлюсь, кто я, что я. Есть те, кто меня вообще не знают? Есть, да, такие? Я вообще 12 лет занимаюсь уже сферой продвижения. Ну, то есть, я полностью вообще в этой сфере. Вот. Выстраивала какие-то свои проекты, помогала другим компаниям тоже выстраивать, да. И это немножко о моих результатах. Ну, давайте я чуть-чуть поподробнее расскажу, что я как бы в каждом из них делала. Так получилось, что в каждой из компаний, в которой я работала, да, я никогда не спрашивала бюджет, да, то есть, меня никогда не спрашивало, что мне нужно выделить какой-то бюджет, не знала, что его можно спросить у людей, чтобы его как бы выделили. Вот. Приходилось как-то придумывать, изворачиваться, как бы что-то там творить, да, то есть, какие-то варианты того, как продвигать компанию, делать известный. Вот. И потом в результате, да, то есть, как бы выработалось какие-то успешные действия, которые я до сих пор применяю своими клиентами, в том числе вот с Ксенией мы тоже как бы работали. Ну, то есть, и появилась технология как раз шагов, шаги определенные, да, которые, о которых, конечно, сегодня будем обсуждать, которые сегодня будем обсуждать. Вот. Работала в консалтинговой компании Business Forward. Я не знаю, знает, не знаю, кто такая, что за компания, да, кто-то знает, кто-то не знает. Я не знаю, какой улыбок, это понимает, откуда. Нет, нет, мне не откуда. Хорошо. И там за 7 лет мне удалось открыть более 50 представительств этой компании, вообще не вкладывав абсолютно ни рубля. Тут, кстати, кто-то сидит, кто со мной работал. Люди, они знают об этих результатах. Вот. Тоже расскажу, как я это сделала, какими-то шагами поделюсь. Интересно будет? Да. Интересно, да? Отлично. Следующий. Свадебный салон Анны Моррес. Занимаюсь им 4 года. Ну, это мой салон. Мы вместе с подругой, как, ну, то есть, как соучредители этого салона. Вот. И, ну, как бы это нормально у нас, что мне 25, где-то от 25 до 40 обращений в день сейчас появляется. Тоже бюджет на рекламу от нуля до 5000 рублей в месяц. Вот. То есть, как мы это делаем, тоже расскажу сегодня. Да, то есть, какими способами. Это интересно будет? Просто, чтобы мне понимать, как бы, примерно, что интересно, что неинтересно. Если неинтересно, то же говорим, ладно? Хорошо. Окей. Договорились. Вот. Дальше. Был то... Это тоже видеопродакшн, антистатик. Там я тоже являюсь партнером. Вот. Мы работаем там 3 года. И там тоже без... Интересно было вывести компанию... Ну, видеопродакшн, это съемка клипов, видео... Знаете, да, что это такое? Кто не знает? Нету, да, таких? Я не знаю. Хорошо, ну, это просто съемка клипов, видео различных, да, то есть, вот нас сегодня снимают, ну, только там более профессионально. Представление услуги, то есть, вот у нас, например, в Москва-Сити есть наш, собственно, видеопродакшн. Сегодня он предоставляет ту услугу, что он снимает, делает фото, и когда вы пойдете домой, завтра отдыхаете, там, сегодня вечером, да, то вам будет выслована ссылка. А, понятно. Самое, да, у нас была компания, и ребята снимали только, ребята работают со знаменитостями. И представляли... Да, и, как вы понимаете, да, то есть, шоу-бизнес, это достаточно узкая такая категория, то есть, туда... А мне интересно было туда зайти. Как я это тоже сделала, как это так получилось, тоже об этом сегодня буду рассказывать. То есть, мы зашли через 2 месяца работы там, без тоже, без рубля вложений. У нас начались съемки клипов, и за год, нет, не за год, даже за 7 месяцев мы сняли 26 клипов различных для шоу-бизнеса, причем, среди которых там достаточно громкие имена, об этом я тоже чуть подробнее расскажу. Это интересно будет? Да. Хорошо. Окей, дальше. А вот Московский офисный центр, это то, где мы сейчас находимся, с ребятами. Я вообще познакомилась 5 лет назад, меня учредитель пригласил помочь. Вот, пригласил помочь нанять людей. В результате я ему не только наняла, мы с ним еще сделали большое продвижение. То есть, у него там не так было много звонков, то есть, это было 1-2 звонка в неделю. Вот, за полторы недели работы, ну, то есть, там тоже сделали определенные действия, кстати, в которые он вообще не верил. Он на меня вот так смотрел и говорил, что это серьезно сработает. Это, кстати, к вопросу о том, что пока вы сегодня что-то буду рассказывать, у вас тоже будут возникать такие идеи, это реально работает? Вот это вот, это как бы, то есть, это нормальная реакция. Вот, а как бы он точно так же делал. Потом до сих пор некоторые действия, о которых, кстати, с Ксенией сегодня будем рассказывать. Вот, то есть, они делают до сих пор, и благодаря этому до сих пор у них достаточно много клиентов приходит вот с нескольких каналов, которые тогда мы зародили, грубо говоря. Вот, то есть, ну, и вот за полторы недели мы добились 30-60 звонков в день. Вот, то есть, ну, и наняли народ, конечно, который это будет обрабатывать, потому что тогда их всего было 3 человека. Вот, то есть, я помню, через 3 дня после работы он прибегает ко мне и говорит, Даша, мне нужны люди, срочно. Вот, то есть, мы начали с ним нанимать. Кстати, Ксения вот тоже в этот момент, да, появилась. Восква Сити. Хорошо, это интересно будет? Да. Отлично, хорошо, и тоже работала с салоном верхней одежды в Москве, не буду говорить название, то бишь нельзя, вот, а у них было где-то порядка 20, ну, сейчас есть 20 салонов по всей Москве, вот, тоже было, как бы, им там предложили, рекламная компания написала огромный маркетинг-кит, маркетинг-кит, знают все, кто такой, что такое, да? Вот, предложила маркетинг-кит сделать, в который состоял бюджет, очень где-то там. Маркетинг-кит, это рекламную компанию им предложили, в котором расписано, на что им деньги надо потратить, чтобы рекламу получить. И там было что-то, три радиостанции, там было какие-то расклейки, то есть где-то, в общем, общая стоимость чека, да, рекламной компании всей, которую они должны были потратить, это 3 миллиона рублей. Наверное, это все-таки не маркетинг-кит, это все-таки, наверное, бюджет рекламной компании. Бюджет рекламной компании, да. Маркетинг-кит другая. Да, я прошу прощения тогда. Бюджет рекламной компании, то есть им там рассчитали на 3 миллиона рублей. Спасибо большое. Вот. В общем, я это отменила, я сказала, что это как бы деньги на ветер. Ну, это правда были деньги на ветер, потому что определенные вещи, которые им предложили сделать, я знала, что они точно не сработают. Вот. В результате мы с ними потратили 8 тысяч рублей, благодаря чему у них, у меня присутствует помощь, если директор прибегает, мы это делаем во всех магазинах, потому что у нас выручка как, ну, как в сезон. А тогда было это май для верхней одежды, но это не совсем сезон, да. Вот. Он прибегает, мы это, ну, как бы сделали, потом запустили во всех магазинах. То есть тоже об этом расскажу. Это интересно будет? Да. Интересно. Хорошо. Так. О, это далеко. Это нам не надо пока. Еще шаг. Хорошо. У меня к вам будет несколько вопросов, и на эти вопросы я хочу, чтобы вы мне отвечали и себе записывали на бумажку. Хорошо? Потому что они для вас тоже определенные данные дадут, как оценивать свой отдел продвижения. Хорошо? Гот? Хорошо. Отлично. Первое. У кого есть вот стандартный план продвижения на месяц? Вообще, как бы, то есть кто составляет? Валерий? Михаил? Не знаю. А, Тимофей? Есть, да? Есть. Ага, окей, не так много. Хорошо. А можете вы с точной уверенностью спрогнозировать, сколько необходимо сделать продвижение, чтобы получить нужное количество заявок? Нет. Валера топ сегодня в животном. Валера, мне кажется, можно сюда прям выйти с нами вместе. Хорошо. Мы это сегодня разберемся с этим. Постараемся, по крайней мере, я покажу, как это можно сделать. Интересно это будет? Да. Хорошо. А какие каналы? Вот это вот мне… сейчас я хочу это записать. Какие каналы продвижения вы сейчас используете, вообще? Кто вот какие использует? Только не которые вы используете раз в полгода. Нет. Или которые вы используете раз в год, и то как бы очень мало. А меня интересует то, что вы используете стандартно, как канал продвижения. Канал продвижения всем понятно, что такое? Да. Всем понятно? Мне понятно. Ребят, просьба, если непонятно, то сегодня мы прям вот семья такая болтаем-болтаем, да? Если непонятно, пожалуйста, спрашивайте. Потому что потом будет, ну, внимание здесь висеть, поэтому лучше уточняйте. Это самое важное. Хорошо, тогда мне нужно с вас чуть-чуть, чтобы вы со мной общались. Расскажите мне, какие сейчас каналы продвижения используете? Социальные сети. Социальные сети? Оксана, какие именно? Социальные сети, Яндекс.Директ, который денег жрет, здесь очень много. Здесь, кстати, присутствует мой клиент, один из моих клиентов. И он мне как-то полгода назад сказал, что он на Яндекс.Директ заливает миллион рублей. Строительная компания. То есть понимаете масштабы, да? А куда? Контексты? А я не точно. А это в месяц? В месяц. В месяц один миллион рублей. Важно, сколько он оттуда потом получает. Нет, ну сейчас, сейчас обратно. Сократились. А сейчас сколько вы заливаете? В месяц 350-400. А вы когда заливали миллион, сколько было потенциальных клиентов? Миллион это было экспериментальные месяцы. Сколько потенциальных клиентов за миллион рублей? Конверсия одним словом. Я не помню в количестве, я измерял это в сумму. В сумму? Хорошо, сколько получили? Миллион залили за месяц, сколько получили? Миллион залили, получили миллионов 30. Ну у вас конверсия не сразу же, да? То есть у вас чек долгий. Долгая продажа. Я вас поняла. Ну то есть цифры, да, какие уходят на рекламу? Окей, хорошо. Яндекс.Директ, соцсети. Какие соцсети? ВКонтакте, Фейсбук. Одноклассники. Ого. Инстаграм. По моей, да. Это по недвижимости, да? Да. Окей. Май-таркет. КПС, Май-таркет. Органический трафик. Органический трафик. На сайте просто поисковые запросы. Ну это SEO, наверное, да? Да, это SEO. Я? Органический трафик. Господи. Ватсап, вайп, там, что там, Телеграма. А, Телеграма еще. Телеграма. Телеграм-канал или что? Канал, да. А все используют Телеграм-канал? А кто не знает, что это такое даже? Есть такие? Нету таких. А кто использует еще Телеграм-канал, чтобы мне просто понимать? Раз, два, три. Все, да? Окей. Еще Авито, Са. Ну, это для, для, ну, какие-то специфические, да? Да, виды движения. Окей, хорошо. Все, что я сегодня буду рассказывать, да, это не исключает вот этого, но можно еще получать как бы дополнительные, то есть мы еще сегодня рассмотрим каналы продвижения, да, которые мы будем, как бы, проработаем. Хорошо, а есть отдельно выделенный человек, который вообще занимается продвижением? Есть. А у кого нету? А кто занимается тогда? Сами занимаются. А, сами занимаетесь? Ладно, окей. А у кого есть отдельно выделенный человек, вот как вы, ну, что он делает? То есть он настраивает эти компании, правильно, у кого есть? Да. И все. Ну, он делает посты, соответственно, подбирает тексты, делает репосты постоянные. Ладно, окей. А есть какие-то, у кого есть статистики какие-то, ну, например, да, то есть, ну, не знаю, у меня, например, клиентов, да, и у меня в компании, у меня есть статистика, количество, ну, каждую неделю я ее введу, ну, то есть количество заявок, ну, это мои личные, да, статистики, я чуть больше об этом дальше расскажу. Количество заявок, полученных за эту неделю, да, и доход с этих заявок полученный. Есть что-нибудь такое у кого-нибудь? Я веду, ну, оттуда приходит по моему направлению, по недвижимости, ну, это вообще единицы, как говорили. Ага, ладно. То ли это направление такое, то ли мы что-то неправильное делаем, так я понимаю, поэтому пришла. Ладно, поняла, окей. Хорошо, то есть, ну, как бы, то есть вы платите просто за настройку, то есть, правильно я говорю? А есть кто-нибудь, кто платит за результат, за сделанные заявки, заполученные? Раз, два, все, да? Хорошо, а сколько заявок сейчас получаете ежедневно? Смотрите, мне важно, чтобы вы все вот эти вот ответы, да, сейчас себе фиксировали, потому что потом, как бы, в результате, да, то есть, ну, как бы, в конце семинара, да, то есть, когда я дам каналы продвижения, еще что-то, вы сможете, ну, как бы, не знаю, там, если вы начнете применять все то, что мы сегодня обсудим, да, то есть я хочу, чтобы вы, там, через месяц сравнили результаты, ну, то есть, и это, на самом деле, это еще первые исходные данные, когда, например, я предоставляю консультации по продвижению, да, то есть, первое, что я спрашиваю, это я анализ провожу. То есть сколько было, а потом в результате сколько стало после работы. То есть это как исходные данные ваши вообще для того, чтобы вам, ну, когда вы что-то внедряете, да, то есть у вас там сравнить что-то с чем-то, да. Вот, поэтому я очень рекомендую на эти, ну, как бы на эти все вопросы, чтобы вы зафиксировали какие-то ответы. Хорошо? Своим? Вот. С каждым, к сожалению, здесь не смогу проработать, то есть поэтому, ну, себе фиксируем. Хорошо, а сколько заявок сейчас получаете ежедневно? Где же, давайте так, да, ежедневно, наверное, среднее ежедневное количество заявок. У кого сколько? Заявки это потенциальные ваши клиентки, то есть тот, кто узнал о вашем продукте, о вашем... Заинтересовался, позвонил, написал, заявочку оставил. 5-10. 5-10. В нашей сфере 1-3. 1-3. Окей. У нас 5 заявок в день, это через сайт, где-то около 2-3, может быть, звонков в день, у нас просто по-разному. Ну, 7, в общем, где-то, да, 7-9. Активность разная в разные дни, зависит от праздников, потому что целевая аудитория бизнесмена. В среднем 150 в месяц заявок, чистых заявок. Ладно, окей. У кого еще сколько? Чуть-чуть мне просто... У меня в среднем 3-5, если взять все эти каналы, это, конечно, в основном работает сарафанной радио. В основном сарафанной радио. Сарафанной радио тоже классно, как бы просто... Мы только на этом как бы... Ладно, окей, хорошо. Что? Хотелось бы оттуда еще раз. Мы это сегодня разберем, я расскажу, как бы, то есть вы посмотрите, как это именно к себе в бизнес внедрить. Хорошо. Зафиксировали себе цифру, сколько и заявок получаете ежедневно, да? Хорошо. Тогда следующее. Волшебство не произошло. Антон, туда направляйте, в кульсаре, в культе. Компьютер здесь. Ну что, в кульсаре. Наташа, Наташа, а можешь в слайды там перещелкивать? Слайды? Можете, вы же сеть у кого-то? А, о, отлично. Хорошо. Начнем мы со следующего. У нас есть много каналов продвижения, которые будут в следующем слайде, это будет следующая часть. Что еще раз? Все, отлично. Супер, спасибо. Но для того, чтобы в эти каналы что-то помещать, да, нам нужно разобраться, что туда помещать. Да, у кого-то, кто, например, пользуется соцсетями, тот знает, что туда постоянно что-то нужно помещать, да, для того, чтобы были отклики. Хорошо, а что туда помещать, то есть я вот очень по-разному видела, что люди вообще помещают, как начинку в эти, ну, как контент сейчас, да, называется, начинку в эти каналы продвижения, да. Вот, а знаю, что очень много, непонятно, то есть с какой начинки придет, с какой не придет, что вообще туда помещать. Есть такая проблема, нету? Есть, да. Есть, да? С каналами продвижения мы в следующем слайде разберемся, да, то есть прямо по всем пройдем, я расскажу на примере тоже Ксении, на примере тоже своих клиентов. Сейчас мы пройдемся по начинке, да, то есть почему именно это важно. Хорошо, и первое это полезности, ну, я их так называю. Полезность это видео и статьи, да, почему, что это вообще такое? Смотрите всякие обучающие видео, полезные видео по своей, по своей тематике бизнеса, да. А смотрите, вот, когда нужно что-то, не знаю, там, что-то сделать, ну, не знаю, там, женщины, например, нужно приготовить что-то, видео там смотрят, да, еще что-то, какие-то, какие-то. Кто-то, как бы снимал, вот это вот делал, как делать вот эти рисунки, ну, как бы вот в такое, просто снимал. Сейчас у него сеть кофейн по Украине, да, то есть, и сейчас еще открываются кофейни по Европе, у него заказы просто, то есть, он говорит, меня просто просят людям, мы хотим такую же открыть у себя в Европе, ну, там, в каких-то городах. Вот недавно с ним встречалась, ну, как недавно, месяца три назад с ним встречалась, виделась, он мне рассказывал, говорит, ну, тупо за счет этого, тупо, просто, я, говорит, я просто снимал, ну, всякие свои наблюдения, как я делал, как я то делаю, как я бизнес вот этот вот весь веду, да, то есть, что происходит вообще и так далее. То есть, он просто вот за счет вот этого, да, нашел себе партнеров, которые у него сейчас по франшизе открывают, по франшизе открывают его кофейни, вот. Вот, я не знаю, на личном примере тоже могу рассказать, вот у меня я блог завела, я не знаю, кто видел, кто не видел его, вот, а там я статьи просто размещаю, просто свои какие-то успешные действия, которые я использую, да, вот. И там я размещаю статьи, ну, то есть, я запустила его месяца два назад, я думаю, блин, надо же, как бы, делать то, что я рекомендую другим людям, самой, да, у себя в направлениях, вот. Вот, два месяца, по-моему, полтора месяца у меня существует, я получила, потому что ничего туда не делала, кроме Фейсбука, то, что в Фейсбуке я публиковала, что я выпустила блог, вот. А я получила где-то порядка, по-моему, за 150 заявок перевалило. Просто за счет полезных каких-то вещей, которых я, которые я, причем мне люди пишут, причем некоторые люди, я просто иногда бываю в шоке, то есть, как бы, потому что это достаточно знаменитые компании, знаменитые бренды, вот. Вот, то есть, просто вот за счет вот этого элемента, вот. Я знаю, что Ксения с Владимиром, это Владимир, это учредитель, да, вот, то есть, вы тоже это используете. Ксюша, расскажешь тогда, то есть, как вы это используете тоже? Этот вот, про полезности какие-то. Ну, да, я в своей личной презентации расскажу чуть больше, чуть более развернутый, то есть, то, что нам приносит дополнительных клиентов, дополнительный доход в нашу компанию. Если коротко, то нам кажется иногда, что вот вокруг нас происходит, ну, что-то обыденное, то есть, это у всех так происходит. А кто на Ксюшу вообще подписан? Тут все подписаны на Ксюшу? Нет. Нет, не все, да, в Фейсбуке? Мы просто познакомимся, мы с одним другим, там, ссылки, подпишемся, посмотрите, о чем мы говорим. То есть, мы вплоть до того, что выкладываем даже платежное поручение с отметкой банка о том, что мы заплатили налоги. Кажется, ну, что здесь такого? Ну, конечно, не все платят налоги, да, но большинство. Мы вызываем доверие, то есть, человек, кому-то важно. Вот, например, Даша одна из тех, она когда пришла к нам сотрудничает, говорит, вы платите налоги, мне это важно. Вот, кому-то важно. Моих потенциальных клиентов это располагает, то есть, то, что мы там нормальная компания, что у нас там все по-белому и так далее. А Даша, почему она сделала свой блог отдельный, где начала писать какие-то полезности? Однажды я просто подошла к ней и говорю, слушай, Даша, вот ты мне даешь такие прикольные советы, такие там какие-то статьи из своей головы. Почему в этом никто не знает? То есть, почему никто не знает, что ты можешь помочь там в вопросе продвижения, что ты нанимаешь продуктивных людей реально. То есть, я, по сути, вот продукт Даши, да, то есть, она моим партнером на сегодняшний день наняла меня там 4 года назад. То есть, я говорю, 4. 4? Да, почему никто об этом не знает? Соответственно, Даша просто придумала блог, куда весь там поток информации из своей головы, она просто вылила. И на сегодняшний день это 150 заявок в месяц. Не, не за месяц. А за сколько? За полтора месяца. За полтора. А сколько ты потратила денег? Сколько денег? Ну, на платформу просто, там 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей, и вот, пожалуйста, что чем получили. Вот, я тоже знаю, что Ксения, они размещают там всякие, она видео всякие размещает, что как у них в компании устроено, да, и знаю, что Владимир пишет разные. Владимира все знают? Кто не знает Владимира? Владимир – это учредитель компании, вот, а тот, кто вообще вот, где мы сидим, да, то есть… Они пишут не только результаты своей работы, но и всех своих партнеров, отслеживая каждые встречи, локации. А сам наш партнер, да? Да, 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 да. Рекламируют у всех остальных. Вот, и как они тоже… И не знаю, наверное, в этом клиентах. Все будет. Вот, поэтому давайте мне сейчас… Кому непонятно, как для своей компании сделать полезности какие-то, статьи, полезности, кому это вообще непонятно? Слушай, Даша, вот я хочу, знаешь, на фере кофейни, вот то, что ты сейчас сказала, вот, а можно на вас, Алексей? Алексей, наш клиент и уважаемый человек, симпатия, симпатия. В общем, у Алексея, как правильно представить свой завод, да, по приготовлению… Хлебобулочный завод, можешь так сказать? Нет, хлебобулочный цех, скажем, производство. Хлебобулочный цех производства в Ростове-на-Дону. Вот, мне кажется, как нельзя. Кстати, пример твой про кофе, да? То есть, людям всегда интересно изнутри, да, то, что за ширмой происходит, как это готовится. А давайте прямо сейчас быстренько опрос пройдем. Кому интересно, что за ширмой в компании происходит, какой-нибудь там… Да, всем интересно. О, посмотрите, да? Кому всегда интересно, что внутри. В чем ходят повара, какие, не знаю, цели, какие у вас идеи, какое социальное назначение вы вообще несете, да? Потому что вот Алексей, например, он там за правильное питание, за ручную работу, там… Вот у него где-то год назад я приехала к Алексею в Ростов-на-Дону по деловой встрече. Получилось так, что первые минут, наверное, 40 мы разговаривали о хлебе. Как бы не по делу. То есть, потому что просто настолько человек компетентен, он более… В общем-то, можно было снимать ваш разговор, мне кажется. Реально было полезно, потому что потом, когда я приехала в Москву, и меня спросили, ребята, ну что, как встреча? Я начала рассказывать о хлебе. Ну то есть, что у Алексея есть свой хлеб, что как он называется, какую идею несет, почему бы я купила его хлеб, потому что, ну вот, вот с такой душой, с таким подходом он подходит. А у меня вопрос, смотрите, мы сейчас этот момент оценим с точки зрения владельцев бизнеса, да, людей, которые… А конечному клиенту будет интересно какие-то булочки делать? Булочки делать? Ну, как делать? То есть, вы знаете, как тут реальность? Если покупать хлеб, ну, если мы уже про Алексея говорим, он как бы знаком с ним, ну, то есть, он понимает тонкости. Мы эту работу, мы привлекаем конечных клиентов. Будет ли мы это интересно? А прямо сейчас вот можно спросить, интересного было посмотреть? Интересного было посмотреть? Вот прямо вот сейчас опрос проводим. Интересного было посмотреть, как это готовится? Все? Ответ. Ответ. Всегда реально интересно. У меня было такое, что люди, наблюдая мою жизнь в Фейсбуке, понятное дело, она корпоративная жизнь, то есть не личная, они приходили ко мне в гости, либо на экскурсию, либо подписывать какие-то контракты, они чуть ли меня не обнимали. Настолько я им родная, потому что они каждый день по три раза видят мои посты, мою команду, какие у нас проблемы, как мы их решаем и так далее. То есть они приходят уже, о, Ксения, привет, а я его вижу первый раз, а я для него уже родная. И мой продукт, мой подход к делу, ему тоже, ну, ему близок. То есть он понимает, какой человек, что я там ответственный, что я не уйду отсюда, пока я что-то там не сделаю до конца и так далее. То есть мы все мои боли, он знает. И вот пример с кофем очень крутой, реально, когда люди просто заходят и видят, что творится за шириной. Поэтому я вам очень сильно рекомендую. Еще есть такая штука. Любите тайны? Ну, в том плане, что когда от вас тайна какая-то, вот кто-то хранит тайну, и вы это чувствуете, и ты такой, да блин, расскажи уже, что ты там как бы это, нет, не скажу, вот когда говорят, нет, не скажу. В этот момент что хочется сказать? Расскажи срочно, да? Есть же такое? Хорошо. А теперь представьте себе, как бы, то есть вы, то есть вот есть компания, она такая вся классная, и за ширму-то вас не пускают. Интересно узнать, что там? Да. Всегда интересно, да? Вот. Хорошо. Тут такой важный момент, да? Некоторые думают, для того, чтобы снимать видео, нужно пригласить операторов с профессиональной камерой и так далее. У кого такая идея есть? Что это очень сложно. Есть такая идея? Нет? Бывают такие идеи, да? Хорошо. Вообще не сложно. Ну, то есть мы снимаем, вот Ксения снимает на iPhone, там, iPhone 6 отлично подходит, начиная от 66, да? Samsung, не разбираюсь, честно, в них, то есть, ну, и думаю, что это всегда можно... Современными гаджетами. Да, современными гаджетами можно заснять, да? То есть это все как бы... У меня, кстати, есть отдельные статьи, как снимать видео, да, в своих, ну, в таких условиях, да? Как снимать фото в таких условиях. Сейчас, сейчас. Вот, то есть как бы, если хотите, могу кому-то выслать, да? То есть, ну, как бы, если это будет интересно. Я, на самом деле, сейчас их в ближайшее время на блог выложу. Вот, если хотите, можно будет просто там почитать будет. Вот. Хорошо. Вопрос был? Вопрос был. Кто в компании должен этим заниматься, с твоей точки зрения? С моей точки зрения? Мне очень нравится, как это у Ксении сейчас построено, да? У нее занимается Алина. Вот. Мне... Это прямо вот для меня, лично моя точка зрения, что это идеальный формат, когда есть человек, который отвечает, то есть вы ему даете задание, но вы должны все равно сами прочувствовать, как это, что это делать. То есть, либо это делает директор по маркетингу, то есть, помимо того, что он настраивает вот эти вот вещи, да? Вот, то есть он еще делает какие-то другие функции. Просто сейчас вот те функции, которые мы обсудим, да, было бы хорошо включить в должностные обязанности его. Вот. А если нет директора по маркетингу, компания небольшая? Компания небольшая, нету директора, надо найти. Либо найти, либо из кого-то сделать. А самостоятельно? Либо самостоятельно. Но я бы обязательно какие-то вещи бы все равно самостоятельно делала, потому что кому интересно, когда владелец выкладывает что-то о своей компании? Ну-ка вот поднимите, прям поднимите руки, прям ответственно к этому вопросу. А, вот теперь посмотрите. Именно владелец когда выкладывает, не когда его сотрудники выкладывают. Это не, ну, как бы, это не обязательно, что вы там теперь блогером стали, да? Да, планина вот такая достаточно большая. Если на это нет возможности... Одна минута один раз в день. Три пасты. Ну да. Ксении, вопрос. Вот Ксения это делает. Просто self-media делать? У вас айфа? Просто одно движение... Одно движение, видео, селфи. Вот в таком формате я снимаю видео и, соответственно, вот прям сейчас я снимаю видео, я могу говорить одну минуту, сохраняю, выкладываю на YouTube. Ну, в этом вопросе мне помогает, ну, мой сотрудник. Пишет правильные ключевые слова, теги, хэштеги, геотеги, какие-то наименования, все. Через, там, 15 минут я получаю оповещение, что на ваш YouTube канал выложено видео добавлено. Я делаю репост в Facebook, ВКонтакте. То есть тем самым в YouTube повышается конверсия, когда оттуда репосты делаю, да? И мои друзья с Facebook и ВКонтакте также смотрят. Все, одна минута, один раз в день. Просто прикольная штука, ну, какую-то, не знаю. Я про свои какие-то моменты расскажу уже в моей презентации, да? Ну, у каждого направления, в каждом, в каждой услуге там может быть что-то свое. Кофе разобрали, булки разобрали. Ну, что там еще? Строительство вообще очень крутая тема. Просто там показывают какие-то дома. Из чего сделаны, как? Одна минута. Это вот как в Instagram, да, знаете, там, видео ограничение, одна минута. Вот просто сделайте одну минуту. Больше пять минут, ну, я не смотрю пять минут. Кто смотрит видео по пять минут, которые? Ну, это нужно очень интересные, чтобы они были, да? Если запишет там, не знаю, кто-то вот реально фан... Бондарчук, Ксюша, Бондарчук. Выкладываешь даже, когда вот ведем страничку, да, ну, агентство, и выкладываешь там, мы делаем пост один профессиональный, один делаем пост развлекательный. Так вот развлекательный даже пост, они набирают больше подписчиков. Профессиональные, людные, скучные посты, даже никому не интересные. Всем интересная ширма, вот та самая ширма. Что внутри? А еще один момент. Смотрите, когда вы делаете только вот это, только... Ну, как правило, я вот сейчас тоже работаю с несколькими клиентами, да, я говорю, какой вы, что вы используете? Яндекс.Директ и контекстная реклама. А, SEO. Ну, куда без него, да? Все остальное это как бы, то есть, вот очень посредственно, да? Но как только заканчивается Яндекс.Директ и SEO, ну, просто уменьшаем там бюджет, либо закрываем его, все, нету ничего, правильно? Ну, то есть, а тут у вас всегда есть, а там, мы там будем смотреть на каналы продвижения, которые у нас вообще в принципе, да, можно задействовать, да? И у нас всегда есть за счет чего получать клиента. Ну, то есть, потому что у нас каналы, по которым мы это продвигаем, да? Скажите мне, пожалуйста, вот вы кому больше доверите? Яндекс.Директу, где там вот ничего о компании неизвестно, а он просто в топе? Или доверите, не знаю, там, компании, у которой, которая рассказывает, как у них все строится, ну, если мы строительство, да, рассматриваем, вот, то есть, которая о деталях своей компании рассказывает, да? Во-первых, как бы, что-то, кстати, сарафанное радио, да, хорошо работает у всех? Нормально, да. Ну, то есть, это отзывы, ну, то есть, ну, то есть, мы по рекомендации. Хорошо, а может быть такое, у меня, кстати, вот такое лично было, да? Когда люди просто меня читали, 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 потом раз у меня, и кто-то мне от них кого-то как-то вот так вот приходит, да? То есть, это то, что, это то, что создает о вас молву, это ваши, то есть, вот эти вот полезности видео статьи, да, то есть, это то, что о вас, это ваши, грубо говоря, менеджеры по продажам, да, раскиданные по всему интернету, да, которые бесплатно раскиданы по всему интернету. Как? По каким каналам? Как? По каким каналам? Продолжение следует... 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 А чем, как вы считаете, чем наша компания отличается от других компаний? А почему бы вы нас порекомендовали своим друзьям? И порекомендовали ли вы бы нас? Да, а что вы еще можете сказать о нашей компании? Я не знаю, смотрите, тут в каждой компании еще индивидуальные очень, да, особенности. Ну, например, вот тут Ксении, да, говорит, чем нравится, ну, то есть, чтобы я ей сказала, да, то есть, отзывы какие взять о компании. Ну, то есть, чем вам нравится наша команда, да, то есть, ну, как бы вот у нее такое. Я не знаю, то есть, в случае с хлебом, как давно вы покупаете наш хлеб? Срок поставки, если снова оптом продают хлеб. Да, срок поставки, да, а почему, а почему именно наш, а не другой? Ведь у нас же дороже, а там дешевле, ведь наверняка, если вы за здоровое питание, у вас там подороже, да, идут обычно, чем как бы. Почему именно у нас? Почему вот, ну, почему вот, как бы, вы дороже покупаете, можно же дешевле купить. Почему вы покупаете? Ну, есть ценность этого продукта, которого... Вот, задайте этот вопрос вашим клиентам, фанатам. А еще важный момент, тоже недавно компания одной помогала, и они классные, они вот умеют писать отзывы, у них классно они так написали, работают с 2009 года с данной компанией. Блин, это вызывает доверие. Вызывало бы у вас доверие, если бы там в отзыве внизу была такая подпись. И этот клиент работает с нами с 2009 года, так посчитал, 8 лет работает, офигеть. Да, ну, не знаю, мне бы это вызвало. Доверие, доверие. Да, у вас бы вызвало доверие такое? Да. Хорошо, если он еще в видео скажет, я работаю уже за десяток лет с этой компанией. Это доверие вызывает, да? Это те моменты, по которым как бы важно пройтись. Как снимать видеоотзывы, по-моему, у меня тоже на эту тему есть статья. Да, ты говорила. Да, говорила. Значит, тоже точно есть. Можно либо на блоге будет посмотреть, либо у меня попросить. Вот. То есть тоже очень такой важный момент. Хорошо. С видеоотзывами. Все понятно? Да. А получили сейчас ответы, ой, вопросы, которые можно задавать клиентам? Да. Хорошо. Полезно было? Да. Отлично. Хорошо. Текстовые отзывы клиентов. Тоже важно. Да? Я, кстати, тоже очень бывает такое-то, что некоторые клиенты, да, то есть не слишком занятые. У кого есть такие клиенты? Ну, слишком богатые, то есть как бы, то есть они там, не знаю, не слишком, я тоже немножко сказала, потому что они богатые, занятые, как бы, то есть, ну, не очень удобно их там заставить писать. Есть такие? Есть, да? Вот. А что я делаю в этих случаях? Я говорю, слушайте, можно я вас запишу на аудио? Да, то есть вы мне дайте отзыв. Задаете все те вопросы, которые мы только что записали, да, вот, то есть как бы, и говорите ему, слушайте, я сейчас его перепишу в текстовый формат, да, а вы потом сможете это, ну, я вам отправлю, если все окей, то я размещу. Если не хотите размещать фамилию и имя, я просто аноним напишу, окей? Окей. У меня еще моменты тоже те же самые богатые засты клиенты. Что делали мы? У меня ребята сами писали видео, писали отзыв и говорили, можно мы к вам приедем, ваша девочка поставит печать и там подпись. То есть мы за клиента на их фирменном бланке написали отзыв о нашей компании, директор прочитал, мой клиент поставил подпись, печать, все, висит у меня на стене. Мне приятно. Ну, кстати, тут тоже такая забота о клиентах. Это вообще компания, которая любит заботиться о клиентах. Это вот, наверное, я мало таких компаний встречаю, в которые просто, там просто максимальная забота, там не просто они мамочка над клиентом. А кто является клиентом этой компании, вот московской? Правду говорю? Правду говорю? Правду, да? То есть они просто, то есть там обхохолят, облелеют, там вот это вот сделают. Понятно, дело, у них пусков, они есть везде, да? Но тут вопрос еще, как, ну, улаживать. Вот так вот, поэтому текстовые отзывы тоже берем, да? Ну, не будем отдельно еще как-то по этому поводу проходиться. Отзывы знаменитых компаний-брендов. О, вот это вот вообще просто, с кем встречаюсь, я говорю, ребят, кстати, у вас здесь есть какие-то крупные компании, которые являются клиентами? Вот у вас являются клиенты, у тебя есть, да? А у кого-то еще есть? Ну, такие, может быть, полукрупные, но они такие, на слуху в определенных, как бы, есть, да, такие? Хорошо, а кто об этом знает? Кроме вас, конечно же, и менеджера, который с ним работает. Ни вина же вопрос, смотри, сейчас проект-то вот текущий длится, да, то есть, по идее, вот сейчас в процессе я не хотел бы никаких там, не узнал, в случае, писать об этом. Ну, нет, если продукт не предоставлен, то извините, конечно. Тогда уже можно... Нет, я только сейчас говорю о том, что когда уже закончен цикл, да? Хорошо, так вопрос, а кто о них знает? Ну, очень часто так бывает, я прихожу, я говорю, слушай, а какие у тебя знаменитые клиенты, с которыми вы работаете? И меня там называют какой-то списочкой, я говорю, а кто об этом знает? Это я сейчас с одной компанией тоже работаю, а у них кондитерская компания одна обслуживается. Вот, а они в своей области вообще топов за топ. Ну, не каркунов, но о них в сфере как бы кондитеров, их просто знают, они такие, да ладно, это ваши клиенты? Они говорят, да. И они идут тупо за счет как бы этого. Я говорю, ребят, говорю, а кто знает о том, что это кондитерская компания, ваш клиент? Они сидят и ржут, потому что знает исполнительный директор и самый крутой менеджер, который вообще там два человека знает. То есть никто об этом не знает, это нужно делать известным. Потом там у них там, например, компания Альфа-Банк, у них там отзыв висит, и им никто не знает. Причем там отзыв такого достаточно высокопоставленного человека, и как бы почему об этом это не делается известным, это ну как бы это нужно делать известным. То есть вы бы стали доверять компании, которой есть отзыв человека как отзыв какой-то крутой компании стали бы с ней работать когда на сайте висит что мы работаем да мы работаем со сбербанком и так далее не интересно интересно именно отдельные отзывы согласны вот оказание максимальной должности да это как прям доверие вызывает я расскажу хотите две истории как это вообще я использовала в своей жизни прихожу видео production помните там был да у меня там у них среди клиентов был харли дэвидсон все знают что это за компания мотоциклы вот и игорь чапурина такой достаточно знаменитый российский дизайнер вот как вы думаете кто игру суши говорю а я у них тоже там проводим анализ ну все как обычно я делаю вот они такие говорят об игру а кто об этом знает игру вы хотя бы когда ну с клиентом встречаетесь вы рассказываете о том что вас харли дэвидсон игорь чапурин говорит нет как так мы берем это конечно же я беру это в оборот на то есть и делаю там определенные действия так чтобы это стало известным миру шоу-бизнеса мы тут же получаем приглашение на mercedes-benz fashion вик знаете такое мероприятие мы там снимали несколько показов в москве ну несколько ну как бы этих причем у таких достаточно я не заяю про хро diversity не знаете ну кто знает как бы хорошо кого кто не знает нам достаточно такая знаменитая кому дизайн и российский дизайнер а то одна из них который который мы снимали показ вот после этого у нас как только мы сняли там конечно же юра парк vous тоже все знают в этой области да ты конечно же я потом гаварау вот мы стели еле прохоровой вот посмотрите пожалуйста видео какое мы сняли у меня после этого сразу появляется продюсерский центр Меладзе, знаете, да? Ну, Меладзе, Валерий Меладзе, братьев Меладзе. Сразу же вот это появляется. То есть они там, о, то есть мы там, Аня Семенович, мы снимаем два клипа. И все, и пошло-поехало. Там, где, ну, то есть Аню Семенович мы сняли, Аню Семенович тоже, да, все знают? Достаточно. Вот, то есть оно, и там дальше поехало. То есть мы тупо, как мы зашли в шоу-бизнес, да, конечно, это были контакты, у нас не было никаких связей, вообще никаких. Вот, то есть, но мне интересно было туда зайти. Вот. И за счет чего мы зашли, тупо вот за счет использования вот этой вот штучки. Только за счет этого, больше ни за чего. Потому что это вызывает доверие. Тут же, ну, то есть у меня не было отзывов, но у меня был ролик, который снят нами. И, в общем-то, ну, в этой сфере, как бы, вот этого достаточно. То есть там даже отзыв не надо, как бы, а с них брать, потому что они тут же могут позвонить, сказать, слушай, а ты вот там вот снимался, ну, как бы, то есть, заказывал вот такую-то, в такой, в таком-то этом, заказывал, говорит, да, заказывал. Ну, то есть, это быстро можно проверить. То есть там никто врать не будет. Хорошо. Тоже важный момент. Скриншоты отзывов. Я не знаю, для разные бизнесы у всех по-разному, да? Вот. То есть, кто-то может делать скриншоты. У меня, например, в свадебном салоне, у меня где-то под 150 отзывов от невест. Я их, как обычно, скриншотю. Скриншот знаете? Все знают? Есть кто-то, кто не знает, что это такое? Нет? Отлично. То есть, делаю скриншот и тут же размещаю по всем каналам продвижения, которое у меня есть. Это вызывает, опять же, доверие, потому что это не текстовый какой-то отзыв, который написан, да? То есть, а это вот человек тебе писал. Да. Я знаю, что Ксения это тоже использует. Да, абсолютно. Вот. И я сама-то тоже в своих, как бы, ну, не только в... не только в свадебном салоне это использую. Вот. Хорошо. Дальше. Вводные услуги. Кто вообще использует эту функцию? А кто не использует? Только честно. Руки. Не использует, да? Это, на самом деле, очень важная функция попробовать. Да, вот. А... Вводные услуги, это просто, ну, вот, почувствовать, что это вообще такое. Ну, то есть, я узнаю, что у Ксении есть один... Вот, давай, да. На примере моей компании. Одна из главных услуг моей компании это предоставление, предоставление юридического адреса для компаний, для больших, маленьких, неважно. И в контракт входит переговорная комната. То есть, использованы переговорные комнаты с панорамными видами. Рассказывать могу бесконечно. Моей вводной услугой в данный момент будет являться то, что я могу просто предоставить человеку один час бесплатной переговорной комнаты. То есть, он пришел, провел какие-то переговоры, какую-то встречу. Ну, вас пасите располагает, как вы уже поняли. То есть, некий статус, некий бренд этого места, он зашкаливает, он многим помогает. То есть, я на протяжении 4-х лет слышу просто фантастическое количество отзывов, то, что мне помогли. У меня был клиент, он дизайнер, он раз купил у меня юрадрес, а у меня юрадрес самый дорогой в Российской Федерации. То есть, контракт стоит, ну, в средний чек это 100 тысяч рублей. И, не помню, как зовут, он купил. Через год, когда у него контракт ну, пришел на пролонгацию, то есть, его ответ либо да, либо нет, он мне говорит, да, я пролонгирую еще 100 тысяч. Я говорю, слушайте, вы ни разу не пришли к нам. Ну, я понимаю, что вы там корреспонденцию вам давали, что девчонки помогали, отвечали на телефоны, что у вас написано в уставе статусный адрес. Это все круто, но есть переговорные, вы можете приходить, пользоваться, проводить встречи. Вас ни разу не было. Он говорит, Ксения, знаете, я единожды подписала очень хорошую сделку на миллионный контракт со мной, только потому, что вот у меня компания в Москва-Сити. Я понимаю, что для многих это уже есть некое недоверие, типа в Москва-Сити все пафосно, там есть компания-однодневки и так далее, много всяких моментов, но я получила реальные отзывы реальных своих клиентов, которые говорили о том, что просто Пресненская набережная, там, где зарегистрирована моя компания, просто помогла, то есть все. Этот отзыв, естественно, у нас. Размещено. Ну да. Хорошо. Водная услуга. Это может быть видео в каких-то случаях. То есть вы рассказали какое-то тоже полезное что-то. То есть это может быть видео. А может быть на примере ребят, их услуга. Раз, два, три. Да. Прям давайте четыре. Четыре. Давай. У меня архитектурное проектирование и дизайн помещений. У меня водная услуга, буквально вот вчера в Питере была встреча. И водная услуга – это на попробовать как раз-таки эскизный проект. То есть есть большой проект архитектурный на дом. Он стоит достаточно больших денег, порядка двухсот тысяч рублей и выше. А вот на попробовать человеку там буквально тридцать тысяч рублей, не так страшно потерять, и он посмотрит на меня в работе, и я ему что-то предоставлю уже полезное. Но с этим этим полезным он уже сможет оценить примерно стоимость дома. У меня по поводу проектирования. Друг был, который делал инструкцию, давал. Единственное, по проектированию какую-то инструкцию, как самому это сделать. Бесплатно? Не, не бесплатно, сделать перепланировки. Он у меня, перепланировка, наверное, немножко другой, да, занимался? Другой. Вот, окей, ладно, тогда. Есть еще вариант, Александр, у вас? Ну, посмотрите, мы занимаемся системами экономической энергии. То есть с офисным центром московским работали два года в общей сложности. У нас крупные заказчики, компания Факцер, компания Каравай, Москва, Санкт-Петербург, лидеры рынка по кондитерам. Ваша вводная услуга какая может быть? Значит, мы поставляем оборудование, производим его на заказ. Соответственно, вводные услуги как таковой мы предоставить не можем. Вот мы даем экономике 30-40% текущего патомиентрической энергии. У нас есть реальное подтверждение у наших заказчиков, но произвести и поставить бесплатно оборудование я туда не могу. Может, нам можно предоставить какую-то консультацию? Консультацию, расчет. Можно? Мы делаем расчет, мы делаем, условно говоря, бесплатный замен, но мы потом выдаем коммерческое предложение, и нам говорят, что мы вам не верим. Мы, понятно, в этом время в связи делаем, мы возим, показываем у нас реперсные клиенты. Вот, вы же возите. Но они не могут попробовать именно как услугу, потому что мы им говорим, ну давайте сделаем пилот. Хорошо, смотрите, мы это используем все вкупе. Если бы у вас было отзывов достаточно, да? Отзывов достаточно. То вы бы, смотрите, вот это наши отзывы. Вот это то, что мы можем вам предоставить. Решила бы как-то это? Это же доверие вызывает, нет? Смотрите, компанию ФАЦР я сегодня назвал, да, здесь это, ну, сейчас ФАЦР. ФАЦР. Ну, а не ФАЦР, как называется, это комитет, ну, там, у нас, на... Можно включить, а вот, залог? Да. Смотрите, просто я хочу сказать, каравай, вы имеете каравай-эсвэр, правильно? Нет, питерский каравай. Там просто, вот, у меня на складе, просто для вас данное, скопилось, я его называю, кладбище оборудования нового. Потому что то, что покупаешь, а потом оказывается, что оно не то, что тебе нужно было. Вот, и очень важная для таких компаний, как моя услуга, тестирование. То есть, дают на полмесяца или на месяц тестирование? Можно, как вообще, сделать, мы не поставляем кондитерское оборудование, мы поставляем системы экономики и физической энергии. То есть, мы их разводим на заказ. Все равно, это очень интересно, когда при этом... Да, и, собственно, оно заказовое. Развез я его под вас, например, я потом его никуда не продам. Хорошо. То есть, это отнюю асов. Я думаю, что надо здесь, я бы, чтобы я на вашем месте сделала, я бы прямо опросила несколько своих клиентов. Как вы считаете, что бы вот, можно было бы вам вот... Да, мы это сделали. Нам сказали, категорически запрещаем публиковать, потому что, когда я публикую, что у меня экономия 40% электрической энергии, а мы реально этого добиваемся, именно на этом типе оборудования, именно для кондитерки, они говорят, что у меня потом все эти потенциальные органы, просто там, из меня там, все, что нужно, сделают. Поэтому это проблема именно того, что нельзя давать сверхрезультаты. В данном случае мы находимся зажаты между ситуацией. Смотрите, еще раз, вам нужно спросить ваших клиентов, да, какая бы для них была хорошая вводная услуга. Ну, то есть, вот если бы, вот вы сейчас являетесь нашими клиентами, да, а вот что бы вот вам бы хотелось от нас получить, да, то есть именно вот, ну, такой маленький, чтобы пробничек. Какой, что может быть в качестве пробничка? Вы опросите человек 20? Да, я сделаю. Я сделаю. И? Ну, еще раз говорю, что, во-первых, запрещают публиковать эту информацию. А кто запрещает? Собственники. А вот зачем вам публиковать эту информацию? Вам нужен пробник для клиента, для нового. Я могу на сайте у себя вывести название некоторых компаний. То есть у меня есть там... Так, а вам не нужны названия некоторых компаний? Я вам, честно, не об этом говорю. Вам не нужны названия компании. У вас, вам вообще это не надо. Вам этот опрос нужно провести для того, чтобы понять, что потенциально им нужно. То есть это, это просто я вас спрашиваю, слушайте, ну, вот я там, не знаю, то есть вот мы предоставляем офисы, да, в аренду. Вот что было для вас в качестве вводной услуги? Денек посидеть. Да, денек посидеть. Это немножко разные услуги, понимаете? Погенерить надо. Сейчас мы сделаем упражнение, и как бы, то есть я думаю, что, как бы, может быть, кто-то там даже вам что-то понакидает. Я вам говорю, что вам нужно просто посидеть и погенерить это. Выход есть 100%. Да. 100%. Выход есть, мы его нашли. Хорошо, тут тоже важный, да, момент. Вводные услуги. Как вы думаете, 100% будет вот закрываемость вводных услуг, нет? Нет. Не будет 100%. У кого-то 10, у кого-то 80, у кого-то 50. А мы вводную услугу делаем для создания потока же, потока заинтересованных, а из них уже, да, это везде есть воронка продаж, все мы о ней знаем, да? То есть что мы делаем вообще вот как бы этой начинкой? Мы создаем вот эту вот часть как можно больше. Мы сюда как можно больше заливаем. Да, то есть, и вводные услуги, а не кто-то купит, а кто-то не купит по ней. Кто-то просто скажет, что мы вам не доверяем, да ладно, фиг с тобой, у меня еще там 50 человек таких же. Ну, так, по идее. Надо спросить, что я так. Когда вот у нас там, просто я приведу пример, у нас есть заказчик, который платит в месяц 55 миллионов, 54 миллиона рублей за электрическую энергию, и мы ему говорим, мы тебе делаем 20%, он говорит, я не верю, я говорю, окей. Я говорю, давай сделаем пилотный проект. Хорошо. Видео отзывы в вашем случае, да, и пилотный проект. У вас это есть? То есть мы его тоже за деньги продаем, потому что... А это нормально за деньги, это нормально? Меньше чек получается, правильно? Да, 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 ну там, условно говоря, будет там, условно говоря, не тесно. Это не... Если здесь вводная услуга, это не значит, что она будет бесплатная? Она просто может быть дешевле, чем стоит основная, да, то есть тем более, если у вас несколько миллионов. Такой момент, какая еще одна есть у меня вводная услуга? Одна из услуг моей компании, это антикинотеатр здесь в Москва-Сити. То есть это помещение, это время, ночь, когда мы используем наше помещение для того, чтобы сделать больше прибыли, да. То есть ночью на нашей территории проходит просмотр кино. Мы делаем в социальных сетях какие-то опросы, какие-то игры, говорим, что победитель получит билет в антикинотеатр. Мы раздали за один опрос, ну, порядка 50 билетов в наш антикинотеатр. Пришел один человек. Один человек нашел время. Он нам накатал такой пост, такой отзыв, причем мы не просили. Он такой был вдохновленный, вдохновленный, что такой реально существует, что я там ответила на какой-то вопрос в фейсбуке, там, выберите, какой вам значок больше нравится. И мне дали билет, который стоит 10 тысяч рублей, ну, в антикинотеатр. Он пришел, посмотрел на эти виды, посмотрел кино, он говорит, ну, это просто, мы думали, нас просто обманули. Да, все, один человек пришел с женой или с кем он пришел, все, доволен, пост есть, мы скриншоты, наши группы, сайты и так далее. То есть вот работают вот такие штуки. Хорошо, я хочу, чтобы мы сейчас объединились вот по 4 человека, да, то есть такие группки, да, и погенерили друг для друга вводные услуги. То есть вы прям рассказываете, чем вы занимаетесь, да, то есть и какие, то есть если у вас у самих нету идеек или там туго с идейками, то есть одна-две есть. Я хочу, чтобы каждый из вас накидал штучек по 10 таких, вводных услуг, 10 многовато, по 5 вводных услуг, да. А вот есть вообще какие-то рекомендации, рекомендации, платные, они должны быть бесплатные, какие-то критерии или просто... Типа безплатные. Она, то есть, ну, в зависимости от того, сколько стоит у вас продукт, да. Если это, ну, если вот он стоит здесь несколько миллионов, то я думаю, 50 миллионов, десятков миллионов, да, то я думаю, что 100 тысяч рублей это тоже вводные услуги. 30 тысяч рублей это тоже вводные услуги. Если у кого-то, не знаю, там, стоимость услуги там самой 30 тысяч рублей, ну, понятное дело, что там 1002 как бы это будет вводная услуга. Ну, а смотрите, скачать бесплатно электронную книжку почитать или видео это можно? Бесплатные вообще не люблю. бесплатная это моя это мой вопрос вот я мое мнение я знаю что люди некоторые делают бесплатно это если если это полезность то то бесплатно я не люблю хотя у кого-то можно это сделать у меня просто было бесплатно то есть было такое что мы собирали и бесплатно и платно на бесплатно приходило процентов наверно 70 халявщиков вот реально мы когда только запускали наш проект по предоставлению рабочих мест приходили молодые студенты с пиццами колой и просто отдельно фоткались ну якобы там работали мы потом не видели и спустя определенное время я стал что все заливая да вот и мы закрыли это потом мы делали там тысячи рублей более-менее дело осознанное сейчас мы вообще убрали эту услугу именно пора ну то есть нужно смотреть конкретно под вашу деятельность под вашу услугу либо продукт подумайте попробуйте набросать варианты объединяемся не в два человека а в 4 чтобы вот погенерить хорошо окей интересно это будет сделать 5 минут на это вот начали а и Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подводите вообще результаты за месяц, за неделю? Кто-то, может быть, за год подводит. Подводите? Да. Хорошо. А интересно было бы узнать, как какая-нибудь компания каких результатов достигает? Да. А прям поднимите, кому интересно. Интересно, но не как клиент потенциально. Не как клиента потенциально? Ну, смотря, что тебе интересно. Что тебе, смотря, интересно? Смотри, в принципе, потребителю тех же самых кондитерских изделий... По барабану? Да. Хорошо. А интересно было бы почитать... Допустим, у них, например, большая выручка, она мне, как клиенту, хуже, да? Потому что... Хорошо, но мы же не только клиентов. Мы не только клиентов ищем. Чем больше компания развивается, тем она теряет требования к себе самой и к качеству своего продукта. Ну, факт. Логично? Не факт. Хорошо. На самом деле, как бы, есть мнение, есть факты, да? Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, если бы у вас... Вам бы присылали какие-то результаты реально интересные, не просто сухие, да? А вот как бы в красивой форме какие-то классные результаты какой-то компании, с которой вы сотрудничаете или, возможно, с которой вы хотите начать сотрудничать. Было бы вам это интересно? Опрос показывает немножко другое. Есть мнение, есть факты, да? Можно я пример приведу? Да? Дота-пицца, знаете, да? Да-да-да, только хотела пример привести. Федор, на самом деле, он, во-первых, был у нас постоянно... Федор это создатель, да? Основатель. Он говорит, открылись в Лондоне, открылись там, да, там, едем в Гонс-Корн. Понимаешь, цифры, буквально, да, там, допустим, он 31-го, 30-го декабря, говорит, интересно, какая будет выручка у нас за день. А поиграть, выгувал, отгадайте, дам приз, да, и там достаточно активность большая. Ну да, о результатах интересно всегда, как бы. Если о них, конечно же, не сухо пишут, да, то есть, а правда с целью поделиться, да? Хорошо, вот я знаю, что Ксения тоже они с Владимиром выкладывают. У них даже политика компании такой, что все руководящие, так понимаю, посты они выкладывают. Да, уже обязательно. Ксения, расскажи о результатах, что дает это. Я расскажу, у меня просто отдельный даже блок. Ну, сейчас чуть-чуть, да, сейчас чуть-чуть. Каждый месяц подбиваем итоги нашего роста и публикуем это все в статистиках, да, то есть мы показываем наш рост, либо падение. Если есть какие-то падения, по-любому есть вопрос, а почему, как вы думаете, да? Тоже интересно, почему. Вот, например, там в июле этого года у меня некоторые компании не регистрировали по моим адресам. Был небольшой спад, все мы, ну, инвесторы действующие, они мне звонили и спрашивали, почему. Потому что там от управления Москвы были определенные действия для всех налоговых по Москве, вообще запретить, например, регистрировать компании. Все, то есть я поделилась, я рассказала то, вообще, боль нашу июльскую, да, о том, что мы реально сами страдали, о том, что мы переживали, нервничали, и вопрос решился. В августе результаты были совсем другими. То есть тут и вроде как и похвастались тем, что мы победили, что у нас хорошие доходы, да, и какие-то моменты показываем с низкими показателями также. Потому что, знаете, если постоянно в социальных сетях транслировать, что у тебя все хорошо, приторно. Ну, вот один из присутствующих мне как-то в Инстаграме написал, что, да ладно, есть человек, который реально покажет кассовый разрыв в компании, это я, да. Я показываю кассовый разрыв, я не боюсь об этом говорить, потому что я знаю, что там через месяц, через два, через три, то есть он сойдет на нет. Это сто процентов, но это уже есть в моей голове, просто по-другому не работаю. Вот, и мне не стыдно, я не боюсь показать, что да, бывает, ну, задница, да, у кого-то бывают несезоны, у кого-то... Еще такой важный момент, когда есть у кого-то какая-то, вот, особенно, да, момент, когда вот какая-то задница, как Ксюша сказала, Ксюша сказала, не повторяй, да? Вот, то есть, то, а тут кульминация какая-то начитается. Игра. Игра, нет, не для тебя, для тех, кто читает. Вот, то есть, когда читаешь, как бы такое-какое-то, все хорошо, все зашибись, как бы, это неинтересно, а тут какая-то кульминация, о, и что-то пишет, ну, ничего, мы вылезем, буду дальше публиковать. Будете читать? Да. Да, будете. Это, знаете, это как, почему жизнь шоу-бизнеса, да, то есть, ну, некоторые люди, они вот прям вот наблюдают, почему шоу «Дом-2» почему-то самое популярное вообще на свете? То есть, ну, как бы, если вы посмотрите рейтинги, да, оно просто бьет, ну, то есть, это бред, как бы, то есть, это, ну, как бы, это, мне кажется, уже ужасно, но, тем не менее, оно бьет. Почему? Потому что там жизнь есть. Люди любят наблюдать за чужой жизнью, да, вот, то есть, в тот момент, когда вы публикуете какое-то вот такое, да, что-то, вы же все равно, вы же понимаете, что вы из этого выкарабкаетесь, правильно? А люди за вами наблюдают, и люди видят, как вы, да, кто-то переживает, кто-то, как бы, кто-то, на самом деле, как бы, в чем нужна помощь, да, то есть, как бы, тут могут появиться новые партнеры, сотрудники, да, звучит парадоксально, вообще неразумно, нелогично, но это так проявляется, да, то есть, это правда есть, да, правду говорю? Доверие абсолютно. Ксения просто это использует. На себе, на себе. Я тоже это использовала. У меня, наоборот, больше людей, которые хотят, вы любите помогать вообще? Да. А кто не любит помогать? Вот прям мне только не помогать. Ты не любишь помогать? Окей, хорошо, так бывает. Вот, а, как бы, ну, как бы, люди, наоборот, тянутся к этому, да, вот, вот, поэтому, а, если вы размещаете даже что-то такое не очень приятное, да, не переживайте, у вас появится, а кто вообще, вот, как бы, был вообще в каких-то поражениях? Есть такие люди, которые никогда в жизни не были в каких-то поражениях? Тут, сидящие. Нет, да? Хорошо, а когда вы, вот, как бы, видите, что сильный человек, он попал в какое-то поражение, то есть, ну, как бы, вы чего его начинаете там пальцем на него показывать? Ну-ка, скажите, кто пальцем начинает показывать? Нет, да? А что вы начинаете, что в этот момент появляется в вашей голове? Сопереживание. Сопереживание, вы его понимаете, потому что, да, блин, сейчас все нормально будет, сейчас, как бы, но вы следите, продолжайте, как бы, что у него какой-то экшен начался, это уже интереснее, кульминация. Почему мы любим смотреть фильмы? Там кульминация есть. Кульминация всем, да, понятно? Ну, то есть, там какое-то вот, что-то вот такое есть. Да, поэтому, как бы, результаты хорошие, хорошие, да, только написала? Ну, ладно, хорошо. Результаты компаний, вообще, в принципе, даже хорошие можно убрать. Ну, то есть, я знаю, что Ксения, они публикуют, Ксения привлекла, расскажешь, ну, то есть, она на определенную сумму привлекла инвестиции только за счет соцсетей. Ну, то есть, нашла партнеров, я знаю, что они сотрудников находят, и партнеров находят, и клиентов находят, да, просто за счет соцсетей. Да, в общем-то, вы посмотрите, огляните зал. Мы ничего не делали до продвижения этого семинара, вообще ничего. Ну, просто Ксения разместила у себя, я разместила. Я говорю, давай соберем, давай. Вот вы сидите. То есть, ну, как бы, ну, как бы, ну, и Ксения, и я, мы каждый день что-то публикуем. Ксения ее вообще побивает все рекорды по публикациям. Вот, то есть, ну, как бы, я еще не так часто публикую. Вот, то есть, но, тем не менее, ну, как бы, это создает, у кого это создает, как бы, такое, как бы, блин, ну, прикольные девочки? Есть такое, да? Прикольные, как бы, они что-то там интересное происходят, у них какая-то движуха в жизни постоянно. Кто вы такой? Есть, да, такое ощущение, да? А это просто создается, как бы, то есть, вы создаете жизнь, тем самым, и все. Окей, а есть те, кто, как бы, вот, не считает так, как я сейчас сказала, есть такие люди? Нету, то есть, не согласен, нету с тем, что сейчас мы рассказываем, да? Хорошо, тогда у нас на этом мы закончим первую часть. Нет, мы не на этом закончим первую часть. Мне нужно, чтобы вы сейчас в парах написали те результаты, которые вы можете опубликовать. И прямо сейчас это сделать, прямо сейчас опубликовать. Это можно, да, то есть, какие-то вот просто, то есть, там, вот просто, что вы, вот, что происходит? И сделать в парах, объединяемся, и публикуем прямо во всех социальных сетях, которые есть. Сделаем? Что-то согласия не чувствую. Делаем, отлично! Тогда на это у нас три минуты. Делаем, отлично! Делаем, отлично! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Как так быстро получается? Вот, отлично. Все, теперь замереть надо, чтобы это замерло. Хорошо. А кто вообще пользуется социальными сетями для своего продвижения продукта? И кто оттуда получает клиентов самое главное? Да? Кто-то пользуется? Хорошо. Тогда по каждому из социальных сетей пройдемся? Интересно по каждому из социальных сетей? Да. Окей. Тогда важные моменты, да? То есть первое, Facebook. Я вообще как бы, то есть рекомендую, это просто чисто моя рекомендация, то, что проверено мной, проверено Ксенией, проверено моими клиентами. Недавно тоже у меня начали мои клиенты, я их прям заставила. Вот как, я чувствую, сейчас вот было задание, да, разместить что-то. И в этот момент как бы, то есть кто-то, кому-то сложно это было сделать. Есть такие? Есть такое, да? Вот. Вот у меня тоже, я буквально заставила, ну, как будто заставила своих клиентов. Они у меня, Даша, у нас там заявки оттуда, оттуда. Просто, ну, как просто за счет Facebook, просто размещенного поста. То есть, я говорю, смотри, тебе нужно размещать, то есть, ну, моя рекомендация раз в день размещать пост. Просто о том, как у вас день прошел. Можно разместить, а, кстати, у меня виды постов есть, тоже мне можно написать. Да, я могу присылать прямо, у меня статья есть отдельная по видам постов, какие они могут быть. Да, потому что это то, как у вас день прошел, результаты вашей кампании. Просто пожелать хорошего дня. Да, то есть, просто, не знаю, то есть, вы куда-то сходили, да, то есть, на какое-то мероприятие. То есть, это жизнь ваша, да, то есть, это вот, кто вот сюда пришел, вы уже такой, вот те, кто следит за нами в соцсетях, да, Ощущение такое, что вы нас с Ксенией знаете. Есть такое ощущение, вот у кого, кто следит, да? Нет, не то слово. То есть, потому что, ну, как такое ощущение, что вы, в общем-то, живете с этим человеком, как бы, то есть, работаете рука об руку. Есть такое, да, то есть, у тех, кто... Хорошо, а это создается за счет того, что вот мы, как бы, просто делаем, у Ксении больше постов, она бьет рекорды все. Вот, то есть, у меня намного меньше, да, то есть, но, тем не менее, я тоже получаю, как бы, обратную связь, что, ну, как будто рядом с этим человеком, да. На самом деле, и Фейсбук, ну, сейчас ладно, Фейсбук только, сотрудники оттуда приходят. Кому нужны сотрудники, приходят оттуда сотрудники. У всех сотрудников. Вот, то есть, вы просто кидаете клич. Я как-то кинула клич, то, что мне нужны, как мне нужна помощь по сотрудникам. Мне, наверное, за два дня написало, ну, человек сто, наверное. Ну, то есть, в общем, мой WhatsApp, он просто взрывался от сообщений, что люди готовы помочь, что нужно. Почему я написала, что мне, в общем-то, неважно, даже в каком городе вы сейчас находитесь, то есть, мне все равно, ну, как бы, я могу, ну, мы можем с вами поработать. И мне просто, у меня WhatsApp был взорван, то есть, у меня, ну, мне просто приходили вот так вот сообщения, да. То есть, потом у меня там личные сообщения тоже были взорваны. Как выбрать? Как выбрать? Ну, это уже, да, это уже не тема этого семинара. Да, я просто к тому, что это работает, да. Вот. Инстаграм. Кто Инстаграмом пользуется? Окей. Инстаграм. Тоже, как бы, то есть, мы тоже размещаем. То есть, смотрите, в Фейсбуке у вас появилось, помните, мы с начинки начинали. А может мне кто-нибудь обратно сделать слайд? Илья, да, можешь помочь? Начинка, да? То есть, у нас Фейсбук. У нас вышла какая-то полезность, мы ее выложили на Фейсбуке. Да, кто Ксении видео смотрит, которые она выкладывает? Да, то есть, кто мои видео смотрит? Я, правда, не так часто выкладываю, но тем не менее, да? Окей. Видео полезности, статьи, кто наши, кто мои статьи читал? О! Да, то есть, как бы, а они вызывают доверие вообще? Да. Вызывают, да? Полезно? Там можно что-то применить? Очень много полезного. Понимаете, да? То есть, это как бы тоже создает, то есть, вы выложили это в своих социальных сетях, если там в Инстаграме не вмещается статья, как это вот у меня часто бывает. Ну, как бы, я пишу просто, ребят, заходите на блог, там новая статья такая-то. Да? Да? Вот. То есть, а это к тому, что там публиковать, да? Видеоотзывы клиентов. Да? То есть, взяли, то есть, вот, пожалуйста, начинка, которую вы прямо по всем социальным сетям, раз этот, делаете известным. Потому что, почему по всем социальным сетям, да? То есть, а, о, отдельный момент. Анна, да? Вот, с Анной. Потому что он говорит, блин, да, мне и так знают, то есть, о моей компании и так знают. Там, вот, как бы, кто-то там продвигает, то есть, так знают, зачем я еще что-то буду делать? Хороший подход. Мне он не очень нравится, правда. Знаете, почему? Потому что, ну, я вообще не гнушаю, то есть, кто-то, кто не увидит, а это в Фейсбуке, да, тот увидит это в Инстаграме. Те, кто не увидит. То есть, везде у нас разная аудитория. У меня, например, пять тысяч друзей в Фейсбуке, а полторы, ой, тысяча семьсот в Инстаграме и что-то человек восемьсот в ВКонтакте, да. Но это абсолютно разная аудитория. Совершенно разная. Это совершенно разная аудитория, да. И, то есть, там, где это, мне отсюда придет одно, отсюда другое, отсюда третье, отсюда четвертое. Ну, как бы, то есть, это как бы вот в таком формате. Причем, реагируют люди по-разному. Я один раз написала статью, она вообще не бизнесовая. Это просто мои наблюдения, как бы, то есть, просто мои наблюдения жизни. Сейчас, секундочку. Вот. И мне человек говорит, блин, у меня такое же в жизни происходит. Можно с вами встретиться? Пришел, заказал, у меня там лендинг, консультацию. Я такая думаю... Я вообще даже... То есть, у меня даже как бы идеи такой не было. То есть, это просто мои наблюдения жизни были. Это даже вот, наверное, больше вот к этому относится, я разместила. Ну, то есть, как про себя что-то. Вот. А... Ну, как поэтому, к вопросу о том, что обо мне и так знают, не знают. Кто-то не знает. А кто-то будет на вас смотреть, да? И будет говорить, слушайте, я вот знаю эту Анну. Тут хорошая, обратись к ней. Она вот дело вообще говорит. У нее классный медицинский центр. Вот. Потому что она такие классные штуки публикует. А знаете почему? Потому что вы для нее будете очень родной. Как будто бы она вас знает. Как вот сейчас вот мы подняли руки, да? Те, кто нас читает с Ксенией, и такое ощущение, что они каждый день с нами работают. Ну, в один офис ходят. Да? Вот. То есть, как бы это... И, конечно же, они как бы... Слушай, вот Даша, зайди там, она вот... У нее там статьи прикольные. Или там, о, Ксения, она классная. Вы ее ни разу не видели, вы ее не знаете. Ну, как бы я имею в виду, что вот так вот не общались, да? Ну, вы смотрите, какие она мысли, как бы, что она пишет, что она публикует, да? И так далее. Все это доверие вызывает, да? Поэтому, возможно, у вас как бы, да? То есть, ну, как-то так тоже. То есть, я вообще как бы не гнушаюсь никогда дополнительными источниками клиентов. Вообще. Если мне... Даже если там не так много аудитории... Ну, например, я вот, например, не очень довольна строим Инстаграмом. Ну, то есть, я не считаю, что у меня какой-то он там большой. Но с Инстаграмом мне приходят люди. Я не знаю, почему. То есть, ну, как бы, там есть все равно какие-то люди, которые на меня подписаны и так далее. То есть, ну, мы размещаем там, мы используем этот канал. То есть, ну, даже если он какой-то маленький, небольшой, нам не очень нравится, там еще что-то. Хорошо. Но у нас текстовые отзывы клиентов тоже размещаем. То есть, берем, размещаем. Я вообще, мне там как-то с утра выхожу из дома и присылаю клиенту отзывы. Вот такой вот просто. На весь экран. Тут же делаю скриншот. Нет, это не скриншот. Ну, в общем, иногда делаю скриншот и просто размещаю по всем социальным сетям. Вот так началось мое утро с отзыва клиента. Кто хочет так же, то есть, вы там пишите мне. Это просто, как бы, то, что делает, как бы, этот. То есть, ну, наверняка вы кому-то помогаете, да? То есть, предоставляете свои услуги. Ну, то есть, или там продукт свой предоставляете, да? Люди есть благодарные? Да. А есть те, которые пишут вам? Да. Спасибо, хотя бы. Постоянно на связи даже. Постоянно на связи даже есть. Они все говорят на словах, допустим, провели сделку. Все круто, все хорошо. Ну, кто-то же пишет, Аксан, кто-то же пишет. Ну, конечно, но это мало. Скриним. 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 Потому что после семинаров я тоже с вас попрошу отзывы, чтобы вы написали. Здесь занятым, надо познавать не напишут. Да, или, смотрите, к занятым людям помните аудио. Я говорю, слушай, вот все то же самое, что ты только что сказал. Можно сейчас на аудио только включу? И все говорит то же самое в этот момент. Почему нет? Да. Отзывы знаменитой компании брендов. Тоже размещаем по всем соцсетям, да? Ну, скриншоты. О водных услугах. Недавно вот тоже обговорила уже сегодня об этом клиенте. Помогаю, да? То есть они просто разместили. Я говорю, слушай, ну размести хотя бы ссылочку. Он говорит, блин, у меня, говорит, там прикольная еще такая функция есть. Кому не нужно, но как бы знают наш продукт, сделайте перепост. Ну, кто любит нашу компанию. Вот. И у меня начали делать перепосты у этой компании. И люди вверху пишут отзыв. Очень рекомендуем, сами используем. Эта компания просто... И вот прям такой вот. Говорит, мне, ну как бы, владельца этой компании звонит. Говорит, Даша, я, говорит, никогда такого в жизни не видел. Чтобы мои перепостов столько было. Еще и отзывы на это пишут. Еще и как бы... У меня еще... Ну, мы смотрим... Ну, я там сайт для них делала. Вот. И там, ну как бы, заявки я все вижу. Я говорю, блин, еще там заявки появляются. Я, говорит, вообще в шоке. Это просто Facebook. Это не значит, что мы исключим все остальные способы продвижения. И не надо использовать все остальное. Это просто то, что дает дополнительных... Дополнительных клиентов. Возможно, вы откажетесь в какой-то момент от каких-то вот этих вот моментов. Ну, то есть, ну, как бы, если они вам не нужны, вы будете видеть, что вы тут не затратили нисколько, а получили столько же, сколько... Ну, как бы, этот вам канал удалил. Хорошо. Ну, хорошие результаты компании. Это понятно, что нужно опубликовать по всем этим. Хорошо. Это полезно было? Да, да. Окей. А, Илья, а можешь следующий слайд? Хорошо. Это что касается социальных сетей. То есть, как только у нас что-то появляется, мы туда все, как бы, туда это размещаем. У меня, например, есть, ну, по свадебному салону, у меня есть, например, статистика. Так, вопрос. Помните, я вам задавала вопрос в начале, в самом начале семинара. Сколько клиентов, как вы можете, можете ли вы четко знать, что вот вы сделаете такое-то количество продвижения, и у вас будет такое-то количество клиентов точно, или заявок от клиентов? Помните, я задавала такой вопрос? Да. Вот я, например, сделала анализ, да, и увидела, что у меня, например, в Инстаграме для того, чтобы я получала там 30-40 заявок в день, мне нужно делать минимум 10 постов. Это вот, ну, это моя статистика, да, но я ее реально, как бы, то есть, ну, там, смотрел, как бы, что для этого мне нужно. То есть, у меня вот такая вот. То есть, у Ксении, то есть, я знаю, что вот они делают, я говорю, то, что она публикует полностью свою жизнь там. Куда они? Ну, да. Вот, то есть, ну, как бы, то есть, такое. У нее тоже, наверное, какая-то своя статистика, если они тоже не зря это делают, да. Вот. Хорошо. Это что касается социальных сетей. Понятно, почему я сначала про начинку проговорила, а потом по каналам продвижения? Да. Да. Правильно сделала, нет? Правильно. Правильно. Хорошо. Тогда к следующему. Мне непонятно. Да, окей, это хорошо, что вы об этом говорите. Что непонятно? Ну, а просто, наверное, вы предполагаете, что есть какая-то родика, я ее не вижу. Почему? Сначала так, потом так. В смысле, какая? Сначала просто мы начинку разобрали, что можно туда публиковать, ну, то есть, чтобы было, а потом мы просто разбираем все каналы, да, куда это все, куда это публиковать, да. Я не вижу разницы между последствиями. Ну, ладно. Как бы я решила так сделать. Полезно? Да. Окей, тогда просто дальше идем. Есть еще какое-то? Все хорошо? Все хорошо. Просто я не увидела в этом логики. А вы так спросили, понятно почему? Мне непонятно. Ну, и я дальше тоже не понимаю. Ну, окей, так, так мне все равно. Ну, хорошо. Я решила так сделать. Тогда как бы, если что-то будет непонятно, что здесь я еще говорю, вы мне говорите обязательно. Хорошо? Окей. Ютуб-канал тоже. Полезность – это тоже еще один канал продвижения. Знаете такую штуку, что на Ютуб-канале, чем больше видео вы размещаете, то есть, вы каждый день будете выкладывать одно видео, то Ютуб-канал у вас будет, ну, вы будете расти в рейтинге. Кто знает об этом? Нет, не знает. Не только Ютуб. Периодичность постинга влияет и на Фейсбук, и уже на Контакт и так далее. То есть, везде зашит свой, скажем так, искусственный интеллект, который смотрит на частоту, на подклик на эту публикацию и так далее. То есть, количество просмотров зависит. Если в Фейсбуке есть группа на 10 тысяч человек, делаешь пост раз в две недели, его будут просматривать, дай бог, от силы 2-3%. Если постинг будет постоянный, то и просматривать среди обитателей группы будет расти до 6%. Не обманывают, значит, правду говорю. Не только Ютуб, кстати. Не только Ютуб, да. Так как Ютубу просто не все пользуются, то есть недооценивают, очень сильно его недооценивают. То, что видео полезности там нужно размещать, видео отзывы, то есть желательно. Я бы рекомендовала каждый день что-то публиковать из того списка, который мы ранее говорили. Я знаю, что у Ксении есть тоже фейсбука. Тоже затрону эту тему, покажу, что именно, какой контент мы используем. Ну, как бы чуть больше, да, там, на примере Ксении тогда будет. Хорошо. Личные блоги. Я вообще за личный брендинг. Вот прям за его. Что это такое? То есть личный блог. Там, где вы размещаете статьи, там, где вы размещаете ваши, может быть, видео, те же самые, чтобы они были собраны в одном месте. Да. Вопрос такой. Если вы хотите о каком-то человеке узнать или о какой-то компании узнать, вам было бы удобнее, если бы это все было в одном месте? А не искать по ютубу, не искать по интернету, кто это, что это. Было бы удобней? Да. Теперь представьте себе о вашей компании, да, то есть, или о вас. Все собрано в одном месте. Удобно? Да. Это то, как работает личный блог, это проверено на мне, проверено на Ксении и на моих клиентов тоже. Те, кто использует. Личный блог. Да. Просто как сайт. Там могут быть ваш продукт, вы можете там рекламировать свой продукт, что по этой ссылке вы можете узнать там больше вот об этом, об этом, об этом. Ну, то есть там может быть о том, чем вы занимаетесь и так далее и тому подобное. Ну, то есть. Но я очень рекомендую личный блог. Его можно очень просто создать на WordPress. Знаете, что такое WordPress? Нет. Платформа, на которой, ну, платформа для блогов. Надо написать, а то я что-то начала писать. WordPress. Ну, просто в Яндексе можно забить и вас выдаст. Вот. То есть очень рекомендую, да, то есть еще раз говорю, вы просто, опять же, личный блог, где его продвигать? Вы публикуете его в своих социальных сетях. Да. Да. А у меня вопрос к вам такой вот. Кто читал мой блог или кто читал мои какие-то статьи? Кому-то говорили вы, слушай, почитай там интересно. Было такое у кого-то? Да, да, конечно. Было, да? Было, да, такое? Вот. А мне очень часто, ко мне очень часто приходят именно вот таким вот образом. Слушай, там хорошие вещи, прочитай, посмотри там, там нам подойдет это. Да, то есть, поэтому если на личном блоге у вас будет собран, то это пойдет не только под тем людям, которые, ну, в ваших социальных сетях, это пойдет дальше. Это то, что Ксения мне тоже говорит, Даша говорит, можно где-то у тебя в одном месте, чтобы у тебя все твои полезные статьи, то есть там все вот, все полезности в одном месте, чтобы были. Чтобы мне хоть клиентов направлять, потому что там классные вещи. Или там ее тоже, ну, Владимир, да, учредительный тоже говорит, Даша, где у тебя эта статья, я ее ищу три года назад, ты ее публиковала. Неудобно. Вот, то есть, ну, в таком формате. Поэтому личный блог очень рекомендую. Вот здесь очень легко его создать. Два часа у вас личный блог создан. Ну, то есть написали пару статей, у вас уже, ну, главное запустить это, да? Хорошо. Ну, у всех, наверное, есть база постоянных клиентов. Есть? Можно пропустить? Да. Вот ты личный блог, какие-то примеры, с кого пример беру? С кого пример беру? Если есть такой? Нет, с Ксенией не беру пример, у нее нету блога еще. Не понятно, а он сказал еще. Кто еще так ведет? Кто? Тема Лебедев. Вот эта знаменитая, что ли? Артемия какая? Студия Артемия Лебедева. Вот. Я, наверное, брала не с кого-то, не в этом плане пример. Я именно брала, наверное, с точки зрения инструментов, да? То есть я видела то, что, ну, как бы, мне правда нравится то, что публикуют некоторые статьи бизнес-молодости. Да? Потому что там они прямо, есть как бы вода, есть очень много инструкций реально к действию. Я сейчас не говорю, еще раз говорю, я, наверное, как бы брала какие-то инструменты, да? То есть те, которые для меня были работающие, плюс я проводила тоже какие-то опросы, да? Вот. И люди мне говорили, что да, действительно, если бы это было, это было бы классно. А то я говорю, слушай, говорю, а если бы, как бы, как я щас между вами провела опросы, говорю, а, если бы, ну, как бы, о какой-то компании, це или каком-то человеке вот можно было зайти бы на страничку и все на нем прочитать? Было бы это интересно? Или все его, как бы, статейки прочитать? Да? То есть или какие-то, это, вы мне говорите, да, это было бы интересно, да? Я, наверное, вот, с этой точки зрения, то есть я посмотрела, что люди, как бы, делают, да? А… И вот это вот, как бы, взяла и собрала, это в одно, то есть я не скажу, что вот какой-то… Я знаю, что Владимир Туров есть такой юрист. Я не знаю, кто-то знает, наверное, кто-то не знает. Мне нравится, то есть я знаю, что он, у него просто клиентов просто огромное количество. У него именно сделано в виде блога, где он публикует все свои статьи, какие-то по законодательству, по налогам и так далее. Депрессивный очень блог. Депрессивный очень блог, но, тем не менее, количество клиентов, которые он собирает, с какой легкостью, причем, он получает этих клиентов. Мне, в общем-то, не важно, что, мне важен результат. Всегда смотрю, дает это результат или не дает. Поэтому я больше смотрю на те успешные действия, которые они делают. Это, наверное, сумасшедшее, просто после прочитки этого блога постоянно. Хочется вообще куда-то, не знаю, уехать, бросить бизнес, вообще-то, исчезнуть вообще. Или поехать к нему на семинар, да? Нет, я был. Это на семинаре еще. А мы еще хуже. Ну, хорошо. Я считаю, это сейчас с точки зрения, сейчас с точки зрения продвижения, с точки зрения трафика больше смотрю. Да, то есть, а не с точки зрения того, ну, как бы, что там и как там. Ну, то есть, что он так влияет. Получается ли, что не личный блог, или это все-таки все равно площадок несколько? Ты же его, как бы, в каком месте он должен быть, этот личный блог? Просто отдельный сайт ваш. А, отдельный сайт? А, просто отдельный? Ага, просто отдельный. Просто отдельный сайт, с которого люди уже могут идти там, ну, не на семинар, покупать ваш продукт здесь, вот этот вот. Покупать ваш продукт, ну, если у вас несколько направлений, то здесь, здесь, здесь. Так, вопрос? А почему для личного блога, для автоспекции, там, личных групп, которые подходят в соцсети, что им не хватает для этого? Вот это хороший вопрос. Почему именно на отдельный? Потому что в соцсетях, если вы зайдете, ну, это я сейчас свой взгляд скажу, да, вот, в соцсетях, если вы зайдете, то, вот, еще раз пример, да, то есть, искать надо долго, потому что вы там публикуете и жизнь свою. А, ну, а тут можно по хэштегу все зайти, да, посмотреть. Можете зайти на мой блог, я не знаю, как бы, то есть, ну, то есть, я, это не идеально, то есть, мне, как бы, я немножко вижу больше, то есть, лучше его надо сделать. Вот, то есть, но это, ну, то есть, ты заходишь, ты четко видишь, какие статьи, ты видишь, кто, что это, то есть, оно отвечает на все вопросы. Вы когда заходите к какому-то человеку или там еще что-то, да, то есть, просто, кто это, чем он занимается, ага, что интересного у него можно почитать, все. И там нет личного, там только по делу, да. Ну, такие, я, я бы сказала так, то есть, там, если, ну, то есть, как я прожил этот день, если там нету ничего, как бы, такого полезного миру, так скажем, ну, то есть, чтобы человек что-то о чем-то поразмыслил, да, я туда такое не пощу, например. Я туда пощу только какие-то, статьи с какими-то конкретными инструментами. То есть, там все про полезность? Да, все про полезность, то есть, это место, куда, причем, у нас будет отдельный, мы сейчас подберемся вот к этому пункту, да, и он очень хорошо на него работает, очень хорошо, вот, вот на вот этот пункт. Мы сейчас к нему подберемся, я скажу, как они помогают друг другу, вот это вот. Окей? Давайте прямо вот, как бы, сейчас, наверное, мы тогда его чуть-чуть вперед. Да. Дело в том, что вот блок, это является вашим активом, то, что находится в соцсетях, это не ваш актив, и, собственно говоря, очень много... Здесь актив, наверное, надо прояснить немножечко. Ну, актив, это именно информационный актив, где вы собираете всю информацию, обращающуюся к вам. В какой-то момент времени в соцсети вы можете это все потерять, если вы так сделаете неправильное движение, очень много таких случаев, когда люди теряют, их блокируют, и весь контент пропадает. Блокируют, да, ну, даже, наверное, нет, то есть мне, если честно, у меня больше то, что, ну, потеряться там можно, то есть там как бы много всего. Потому что это не ваш актив, если вы монет, то есть вы попадаете потом... Ну, один из вариантов, почему, то есть... Да. То есть, почему, а как вот эти два пункта, да, то есть, сопровождать тогда к этому перейду, к следующему. Как попасть на радио, телевидение, в онлайн-журналы, в печатные газеты и журналы? Кто знает, как туда попасть? А кто знает, как бесплатно туда попасть? Прочитал ваши статьи. Окей, не знаю, интересно было бы вообще? Да. Интересно, да, Мамя? Самое интересное. Хорошо, если у вас есть личный блок, в котором вы классно пишете статьи, в котором вы рассказываете, кто вы, да, чем вы занимаетесь, тут есть такой момент, откуда я его нашла? У меня была подружка, а у нее, ну, она как бы определенными, то есть, как создает, ну, бизнес был. Бизнес достаточно интересный, вот, и я рассказала о вот этой своей подружке, бизнесмене, другой подруге, которая журналистка. Я говорю, слушай, говорю, смотри, у нее какой классный бизнес. Она как бы, слушай, говорит, у нас, говорит, программа готовится, телеканал ТНТ, вот, и нам, говорит, нужна хорошая тематика, ну, хороший, как бы, контент какой-то. Вот, она говорит, слушай, у тебя подруга, она прям подходит. Они берут ее, она ничего за это не платит. ТНТ, это самый сейчас, если вы знаете, это самый рейтинговый канал, это тот канал, который, ну, номер один, да, он, как бы, вот, держится уже несколько лет. Вот, и она туда попадает, ее туда показали всего два раза, да, вот, и до сих пор, по-моему, подходят к ее магазинам и говорят, ах, это та самая девочка, которую показывали в программе. Вот, как она туда попала? Моей подружке нужен был контент. Все. Да, другой, другой, другой случай рассказываю. Тоже составила, тест делала, просто сама тест делала, составила список всех вообще журналов, печатных, печатных онлайн, всех вот прям просто составила. И сделала по ним рассылку, говорю, слушайте, говорю, хорошие статьи, там, вот, человек один пишет, ну, я, как бы, там, продвигала одного человека, говорю, прочитайте во вложении две штучки. Вот, вообще он является, ну, понятно, что регалии, там, все такое, говорю, если интересно, то мы можем для вас пописать статьи. У меня тут же откликнулось где-то порядка восьми изданий, которые готовы прямо сейчас публиковать те статьи, которые я уже отправила. И у меня тут же, то есть раз, и у меня сразу же тут же, как бы, вот, пожалуйста, те люди, которые готовы это публиковать. Тут важный очень момент. Представьте себе, радио, телевидение, онлайн-журналы, печатные газеты. Им каждый, то есть вот эти радио и телевидение, им каждый день что-то нужно публиковать. Просто задумайтесь над этим. Причем не просто что-то, а что-то интересное. У них нету просто выбора, они могут выключить свой канал, говорят, мы не нашли на эту неделю, что нам надо публиковать. Не могут же они так сделать, да? Хорошо. Им нужен какой-то постоянно контент, он должен быть классный, интересный, да, то есть и так далее. Причем, еще один важный момент. Он должен быть не просто интересный, а человек должен уметь говорить на камеру. Он должен красиво смотреться в этой камере. Он должен соображать, что ответить, потому что целый день на него убить тоже что-то как-то вот нерадужно. А это второй момент. Третий момент. Когда им срочно нужно какой-то выпустить какой-то материал. Кому они звонят, чтобы найти такого человека? Своим друзьям? Знакомым. И как эти люди появляются на ТВ? Случайно. Случайно. Это то, как зайти на радио, а, я не рассказала, как зайти. Вот, расскажу сейчас. Ну, то есть это как бы, это просто, ну, как бы изнутри жизнь, это жизнь с их стороны, да? Вот, у меня так человек попал на Первый канал. Причем, когда он хорошо выступил на Первом канале, он говорит, слушайте, у нас еще будет приговор, приходите, пожалуйста, а то мы не можем никого, ну, как бы найти. А вы очень хорошо были в кадре, просто супер. Человек еще раз ходил на Первый канал. Да? Потом, ну, это вот как бы то, потом у меня был как-то, ну, такой случай. Что-то мне интересно было, вот, я там статью одну написала, личностную, вообще не по теме, не по теме бизнеса. И такая, думаю, что-то мне интересно вот просто проверить, разместить ее, распространить по всему интернету. Ну, просто интересно. Я закинула, причем у меня не было личного блога, я вообще Струкова Даша, и, в общем-то, все, что обо мне известно. Ну, я написала классную статью, она там, хорошее такое было название, не буду говорить. Вот, и я такая думаю, так, что я раньше делала? Я раньше составляла список там всяких нужных мне изданий, составила список, отправила, в трех разместили, а в одном вообще сказали, присылайте еще. При том, что я просто, я не отправляла, то есть у меня еще не было никакого бизнес-контента, вообще никакого. Людям нужны просто интересные, интересные, интересные какие-то статейки, люди, которые что-то могут писать. Да, поэтому первое, что вы можете сделать, составить список со всей России, всех СМИ, которые вообще есть, всех журналов, всех печатных, онлайн-журналов, телевидения, радио. Вот прямо составьте, да, то есть просто составьте весь список. Да, и просто разошлите письмо, e-mail, это я такой-то, такой-то, готов для вас публиковать. Вы увидите, что какие-то 2-3 канала скажут, о, круто, мы хотим с вами работать, давайте, да. Особенно вот телевидение, им вообще нечего публиковать, особенно в регионах, да. А если вам просто для данных, в России, ой, в Москве у нас где-то 50 телеканалов, 50. Кем они пользуются, ну, как бы им нужно что-то публиковать, да, то есть понятно, что топу есть что публиковать, да, то есть там разные программы есть и так далее. Но есть низ вот этот вот, кстати, Ксения тоже будет рассказывать, Алина вот как бы, пример того, как Ксения попадает на разные телепрограммы. Платите хоть за одну? Вообще не платите. Вон, нужно к Алине подойти, спросить, как она это делает. Алина, ничего страшного, что я так. Ну, она вот это вот делает, да, то есть просто за счет чего? Правду говорю, то, что людям просто нужен контент, правильно же, интересный? Вот Алина, она работает, она прямо сейчас работает, то есть у нее прямо сейчас они там на Москва 24, где еще вы там? НТВ, по-моему, да? Да, первый канал. Как туда попасть? Ну, как бы вот просто вот таким вот образом. А дальше вы попадаете на один канал, конечно, вы делаете это известным, помните, да, мы делаем это известным по всем каналам продвижения, которые у нас есть. А нас сняли ролик на НТВ, от нас сняли ролик на Москва, вижу, сейчас, вот, от нас сняли ролик на Москва 24. Ну, то есть люди по-любому заходят, кто-то еще вас приглашает из того списка вами составленных. И таким образом получается, как бы, как снежный кон такое, ну, как бы, то есть такое. Да, вопрос? А как составлять весь бог, чтобы они не попадали в спам? О, это будет следующий, там тоже это есть. Там даже примеры есть. Я могу, кстати, выслать эту презентацию, кому это надо, чтобы, ну, как бы они там по ним прошлись. Вот, хорошо. Ответил чуть-чуть на вопрос, как вообще попадать в СМИ? Связь с блогом какая отличная? В связи с блогом, а вы там говорите то, что я такой-то, такой-то, готов для вас публиковать. Тут можно почитать мои статьи, у меня вообще, как бы, то есть, ну, как-то хорошо себя позиционируете. А в этом будет дальше, потому что там, прямо, будет примеры статей, которые лично я писала, и которые лично, ну, у меня были хорошо от их вызваний. Вот, тоже на них посмотрите. Вот, то есть, там чисто вот рассылка. Плюс сейчас очень хорошо WhatsApp работает. WhatsApp есть сейчас, ну, как бы, у каждого человека, ну, 90%, по крайней мере. Вот, а на вот этих вот, то есть, у всех, если вы составите список e-mail'ов, составьте еще туда же список мобильников. Да? Я не говорю, что вы, как владеист, это сами будете делать, но, понятное дело, то есть, вы можете поручить это кому-то. Ну, то есть, но, как бы, поручить рассылки сделать, тоже можете поручить кому-то, да? Вот, но, как бы, просто сам инструмент. Ну, то есть, взяли у вас мобильные составили, кто-то завел себе в телефон все мобильники. И просто сделал рассылку по WhatsApp. Здравствуйте, я готов, вот мой личный блог. Они не получили, если даже они не получили в e-mail, они получили в WhatsApp. Таким образом. Хорошо. Интересно ли это было? Да. Полезно? Да. А использовать можно? Конечно, можно. Можно. Да. Мы этим летом делали, участвовали в съемках рекламного ролика для Сбербанка. Там из 30-секундного ролика наших было 8 секунд. С самого начала, прям, в том. Я попытался это как-то раскрутить, да, там, в соцсетях, потому что, вот, классно, мы там, поработали два дня, вот, все сделали с Сбербанком и так далее. Да вообще нет. Просто просто. Поняла. Там о письмах будет дальше, как сообщение составлять. Вот, то есть, каким образом это вкусно нужно оборачивать? Просто вкусно нужно оборачивать. Ага. Вопрос, можно? А почему e-mail-рассылки нет? Что? E-mail-рассылки почему нет? E-mail-рассылки чего? Нет, здесь с Facebook, а про каналов движения. Немножко вот они в другом, они вот здесь вот. Я сейчас об этом расскажу. Ага. Окей. По СМИ можете применять данные эти? Да. У меня, опять же говорю, на блоге там больше данных по этому поводу. Там чуть-чуть я прям по пункту расписываю, что где-то можно делать. Хорошо. Есть по этому пункту вопросы какие-то? Сочнение, хотите поточнить? Нет? Окей. Дальше идем? Или неинтересно? Может перерыв? Перерыв? Надо перерыв? Да, надо. Хорошо. Давайте тогда сделаем перерыв. Ну что, продолжим? Да. Да. Хорошо. Спасибо. Продолжим. Пробежимся по остальным каналам. Интересно еще посмотреть, какие есть? Да. Окей. Паблики знаменитых, полузнаменитых людей. В телеграм-канале, в инстаграме, в фейсбуке, вконтакте. Кто использует это? Используете? Ой, ой, ой. Как? Как использовать? Хорошо? Телеграм-каналы. Смотрит... Ой, ой, ой. Она сейчас упадет. Антон, а можете помочь? Все работает. Все работает? Хорошо. В телеграм-каналах сейчас есть... Кто вообще в телеграм-каналах разбирался? Разбирались? А? Просто смотрели? Так, смотрели. А кто вообще не знает, что это такое? Есть такие? Есть, да? Только слышал. Но как это работает, никак. Окей. Телеграм-каналы, это то же самое, что WhatsApp, да? Просто функции чуть побольше. Ну, то есть это мессенджер, где мы обмениваемся сообщениями, да? Там есть каналы, где... Ну, если вас хоть раз добавляли в группу в WhatsApp, там обычно все пишут и хочется из нее удалиться. Было такое? Кто-нибудь попадает, да? Попадали в такие группы. Есть в телеграм-каналы, разработал функцию телеграм-каналы, куда не могут никто писать, кроме автора канала. То есть по факту тот же блог, да? Вот, то есть, но как бы, да, то есть, но вот в телеграме, да? То есть у вас выходит... Кто на наш блог... Кто на наш канал подписался? Есть такие подписанные? О, отлично. То есть у нас с Ксенией есть канал, адское продвижение называется. Вот. Что мы можем там делать? Мы можем там размещать о мероприятиях, да, наших ближайших, информацию. Мы можем размещать там какие-то, опять же, статейки. То есть это опять еще одна... Еще один канал, по которому можно размещать все то, что... Всю ту начинку, да, о которой мы ранее говорили. Да, то есть вышел у вас какой-то отзыв, вы тоже там размещаете. Да, возможно, люди посмотрят вас уже и в фейсбуке, и в телеграм-канале, и в контакте, еще где-то, еще где-то, да? Но, как показывает практика, да, то есть люди, когда вот такой много-много информации поступает, да, какой-то, создается ощущение, что там какая-то постоянно движуха происходит, они есть везде. То есть это, опять же, ну, просто еще один канал, который мы используем для нашего продвижения. Как-то так. Подробнее о том, как его создавать, что, как бы там функция, у меня тоже есть статейка. Можно тоже будет посмотреть, как бы, то есть на моем блоге зайти. Вот. Понятно с телеграм-каналом? Или чуть-чуть больше нужно разъяснить, чуть-чуть больше? Как это канал продвижения и сколько? Как канал продвижения? Есть группа, есть канал, сейчас я прямо покажу. Ксюша, можно на твоем, у тебя побольше экранчик? Можно посмотреть, что под бизнесом будет? Честно, это не то, да? Во-первых, в чем, ну, чем мне нравятся именно телеграм-каналы? Ну, то есть, чуть поближе подойду. Трансляцию? Трансляцию чего? А у тебя к чему? А как ты можешь включить? И ты включишь телефончик свой? Нет, через веб-версию. На компьютере телеграм-каналы. На экран. На том есть. Здесь есть. Давай. В общем, это еще одна социальная сеть. То есть, если быть проще, да, то есть, это еще одна социальная сеть, где можно размещать новости, которые происходят в вашей компании. Да? Вот. А причем тут можно подписать ваших... Да, сейчас. Правильно я понимаю, там... Будет подписан на этот канал только те, которые у тебя есть. Телефонный справочник. Или нет? Да, там есть ограничения определенные. Да, то есть, там можно из своего телефонного справочника добавить всего 200 человек. Да, вот. А, вот нам выводит. Вот, ну, адское продвижение. Господи. Видите, то есть, тут только мы можем что-то публиковать. Да? То есть, тут никто не может ничего писать. Да? Ну, фотография. А как-то называем таким образом, ну, как бы, чтобы это не было просто. Если мы назвали просто продвижение или там... Ну, то есть, здесь как бы такое привлекающее слово. Можно убрать фотографию. Она мне так важна. Ну, то есть, приветственное слово, которое в любом случае, если человек заходит на этот канал, да, то есть, он видит всю историю. Даже если канал был создан два года назад, да, человек увидит все публикации за эти два года. То есть, в таком формате. Как этот канал продвигается? Ну, как мы продвигали? Мы, ну, на самом деле, он создан, мы создали его чуть недельки-две назад, да. Вот, то есть, мы чисто, как бы, пока его только создали, ничего там не публиковали. Вот. А есть какой-нибудь трансформатор там, еще что-нибудь, что-нибудь есть у тебя? Вот, школа лидерства, лайк. Давай, вот, лайк-центр. Да, то есть, а, нет, тут они могут публиковать. То есть, есть паблики, которые здесь можно что-то писать, да. Это группа, это группа. Да. Канал, он беспал. Да. 4 тысячи участников. Да, то есть, там 4 тысячи участников. И там тоже, он как группа. В чем, в каждой из таких групп, то есть, там, когда заходишь на телеграм-канал в веб-версии, да, там есть достаточно много каналов, которые уже раскручены. В них можно размещать рекламу на ваш продукт, на ваш, тоже продвигать свой телеграм-канал, да. Вот, то есть, можно вот в таком формате это действовать. Еще раз говорю, у меня инструкция по телеграм-каналу тоже есть. На блоге не размещена. Размещу. Можно будет тоже ее прочитать. Вот, то есть, у нас пока там сколько, 244 участника. Но мы особо не продвигали. Это чисто мы продвинули в своих социальных сетях, плюс мы добавили из своей телефонной книги. Достаточно много. Как продвигаться через другие паблики? Только. Через другие паблики, плюс... Да. Плюс вы делаете в социальных сетях информацию о том, что у нас создан, да, создан канал, подписывайтесь. Ну, это как сделали мы, например, да. То есть, вы подписываете из своей телефонной книги, вы в любом случае это можете сделать, да. В других пабликах, которые у вас есть, может быть, у вас есть группа ВКонтакте, да. Может быть, у вас есть в Фейсбуке группа, может быть, у вас есть какой-нибудь еще блог, может быть, есть у вас друг, который может разместиться, ты говоришь, размести, пожалуйста, да. То есть, как бы, он размещает, и опять же, они сюда, люди переходят, подписываются. Но опять же, там должен быть контент какой-то, как бы, интересный, да, это первое. Второе, это... Второе, это название. То есть, оно должно передавать хотя бы идеи хоть какую-то, ну, как бы, то есть, оно должно, ну, интересно, как бы, хотя бы, цеплять, да. То есть, в таком формате. Вот. Это что касается тоже телеграм-каналов. Это один из видов, да, то есть, мы можем, вообще, целый семинар сейчас посвятить, как бы, только этому блогу, потому что там достаточно много функций. Вот. А я рекомендую просто, как бы, зайти и поразбираться хотя бы. Да, то есть, зайти и начать, как бы, в этом разбираться. Мы сейчас просто обзор делаем, вот, поэтому можем на этом остановиться еще часа два пообщаться, что там много всяких фишечек. Вот, то есть, но мы сейчас чисто обзор такой небольшой делаем. Хорошо? Да. Напиши ссылочку на доске, вот там, вот, появится ссылка. Да. То есть, можно нас найти вот по такой ссылке. Интересно это надо написать вам? Получше будет здесь фото, нет? Кому нужна ссылка на наш телеграм-канал? Нужна кому-то? А он, забиваешь ад и уже выдает. Да, кстати, там поиск. Да? Ну, окей. Хорошо. Тогда можно просто ад, как бы, там, ввести, вот, наборяется. Хорошо. Здесь то, что тоже интересно, то есть, количество, есть количество просмотров. Ну, то есть, сколько человек просмотрели ваши, ваши сообщения. Обычно, как это обычно бывает, анализ сделала по другим пабликам. Кстати, очень рекомендую посмотреть различные бизнес-паблики, да? И посмотреть, что вам интересно в них читать. Вот какие интересные, потому что есть паблики интересные, вот их прям хочется читать. Это я, как, прости, по себе сейчас уже смотрела, да? А есть паблики, которые, ну, вообще, как бы, там они что-то публикуют, смотришь на это, потому что я на таких поподписывалась, да? И это неинтересно читать. И я, например, для себя сделала анализ, что у меня, например, когда человек снимает видео какое-то, ну, просто видео и что-то рассказывает, да, в телеграме это можно делать. Мне вот это вот интересно смотреть, то есть я прям зайду, посмотрю. Это у меня так, да? Вот, то есть, а есть что-то, что совсем неинтересно. Например, там у меня есть один паблик, он публикует политические новости. Вот я вот вообще, ну, кому-то это интересно, да, то есть, ну, вот мне как бы это не очень интересно. Вот, то есть какие-то вот в таком формате. То есть посмотреть, что интересно, что неинтересно, и что... Ну, то есть, это для того, чтобы что публиковать в этих пабликах, да? То есть, какой контент. Да, вопрос? Нет, не вопрос. Есть пример. Чтобы понять, как просто работать здесь в паблике, можно подписаться на кучу всяких пабликов, блогов, людей разных в Телеграме и смотреть, что они публикуют. Я вот подписался на роман, на Лавадова, и около месяца просто каждый день мониторю, смотрю, что он вкладывает. И он посмотрел какое-то видео, просто поделился ссылкой. Прочитал статью, поделился ссылкой, цитатой. И он настолько часто это делает, у него в день буквально 5 постов. И за месяц последний, у него, короче, было 2000 участников, вот за месяц 5000 участников на работе. Просто так, без особого пиара и плана. Вот можно обросить и всякие. Ну там достаточно много вся различных, да. Тут своя жизнь, то есть я еще раз говорю, то есть мы сейчас не будем этому посвящать, я просто рекомендую в этом разобраться, потому что это действительно то, что может вас продвигать. Плюс это только-только зарождается, это когда Инстаграм только-только зарождался, ну то есть в нем можно было быстро раскрутиться. Ну то есть здесь как бы это тоже, то есть очень рекомендую эту штуку тоже сделать. Окей, презентация, можно мне обратно? Не будем останавливаться прямо детально на вот этом инструменте, да? Хорошо, Илья. Окей. Инстаграм. Тоже сама использую, там я сейчас, смотрите, то есть мы сейчас обзор делаем, да, потом я покажу, как я сама это использую, конкретные письма, которые я, как я пишу, да, и как я это в своих как бы тоже бизнесах использую. Хорошо? Окей. Вот. Инстаграм, да, то есть для кого-то актуально, для кого-то не актуально, да, то есть для кого актуально? Актуально для тех компаний, у которых можно посмотреть что-то наглядно, да, то есть как бы то есть что товар какой-то, который нужно смотреть, да, то есть люди покупают картинку. картинку, да, люди не покупают, там, где услуги тоже, но вот для тех, особенно, кто картинки продает, да, то есть, как будто инстаграм, он очень популярен, там есть, кто знает, что там есть знаменитые всякие люди, у которых там по миллиону подписчиков, по два миллиона и так далее, есть, да, а кто не знает вообще, кто не знает, что такое инстаграм, тоже такой момент, нету, да, таких людей, отлично, а кому понятно, как с этими людьми договариваться на бартер, например, кто-нибудь договаривался, кто-нибудь, нет, хорошо, у меня, я вообще, ну, вы уже поняли, что я не плачу за рекламу, вообще, да, вот, а у меня девочки публиковали, ну, у меня было в свадебных платьях, я понимаю, что у меня немножко специфическое, да, если интересно, расскажу, потрачу на это время, неинтересно, не буду рассказывать, интересно, но я еще раз говорю, у меня очень узкая, да, потому что у меня свадебные платья, я понимаю, что, например, на, чем вы там занимаетесь, совсем не женское дело, это, да, то есть, вы просто слушаете, то есть, мало ли, как бы, то есть, у вас там может быть что-то другое появится, хорошо, потому что у меня это, ну, как бы, то есть, у меня первое, то есть, у меня свадебные платья, их можно посмотреть глазами, второе, что я сделала, то есть, я, мне нужно было договориться на, ну, как бы, я пришла идея такая в голову, я такая думаю, блин, хочу, чтобы в моих платьях, Знаменитые девочки публиковали фотографии в моих платьях абсолютно бесплатно. Я такая, Даша, ну ты с ума сошла как бы? Я так думаю, ну ладно, кому-то это будет интересно. Но когда я что-то, вот такие вещи предлагаю, то я всегда смотрю, чтобы тот человек, кому я предлагаю, я тоже какой-то обмен ему дала. Обязательно. Как я это делаю? Ну то есть у меня, например, были девочки, я такая думаю, ну что я могу им организовать? Я им в теории могу организовать фотосессию в моих свадебных платьях, да, то есть это полноценная фотосессия, это визажист, это фотограф, это декор, который я организовала для них, да, вот, и, соответственно, мои платья. Я такая думаю, ну для меня это фотографии дополнительные, для них это тоже фотографии, которые красивые, которые они разместят. Я сделала рассылку, прям составила список всех блогеров, которые вообще есть. Знаменитых, полузнаменитых, то есть, ну, у меня где-то от 100 тысяч, чтобы подписчиков у них было, да, вот, составила такой список, опять же, e-mail'ов, если заходить на каждый инстаграм-аккаунт, там есть список e-mail'ов. Вы один раз это делаете, да, это действительно там, вы денечек на это потратите, вот, для того, чтобы составить этот список этих людей. Окей, но, как бы, благодаря тому, что я вот это вот сделала, да, я на это потратила время, там еще что-то, у меня 10 тысяч подписчиков просто добавились, просто вот так, просто так, пришли именно от таких вот блогеров. Вот, я сделала такую первую рассылку, рассылку просто, а, в директ я еще отправляла сообщение, вот, а, как я договорилась с фотографами и с декораторами, которые мне все это декорировали, да, то есть, я говорю, слушай, у меня, говорю, знаменитые девочки хотят, будет съемка знаменитых девочек, мы вас всех укажем, ссылки на вас в инстаграме, да, или ссылки, что вы, как бы, все, ну, предоставляли, там, либо декор, либо фотограф, либо, там, визажист, и они говорят, да, окей, мы готовы, то есть, у меня получается, что, вы сейчас увидите, какого качества это были съемки, да, то есть, все эти съемки у меня были мне, они обходились, ну, чисто временной ресурсы затрачивала, да, как результат, ну, я говорю, то, что у меня получилось 10 тысяч подписчиков, сейчас у меня 60 тысяч подписчиков в аккаунте, вот, на тот момент, ну, как бы, тогда мне было, там, 10 тысяч человек, которые мне пришли, а? Как давно это было? Я год назад это делала, в этом году не делала, потому что очень такой плотный год был, и, ну, у меня, в принципе, не было необходимости это делать, потому что очень много невест обращалось, ну, то есть, мне достаточно, то есть, у меня там, у меня и так перегруз был по этому, по производству, вот, в таком формате, а, то есть, Инстаграм, то есть, можно там посмотреть, кто вам потенциально интересен, да, то есть, что вы можете дать конкретному, конкретной звезде, что? Точно ли оно будет сейчас работать? Потому что год назад Инстаграм был на одной позиции, сейчас он... Сейчас Инстаграм является самой популярной социальной сетью, которая вообще, ну, как бы, в мире. За бесплатно. За бесплатно? Да. Я скажу так, я всегда беру масштабом, кто-нибудь да согласится, а там, где кто-нибудь, да, то есть, что такое, то есть, я им пишу, говорю, у вас там, давайте сделаем по бартеру, они мне говорят, ну, кто-то говорит, нет, да, такое бывает, ну, то есть, у меня, то есть, я вечером сделала, у меня на следующий вечер уже девочка, я уже, как бы, там, ну, мы ехали на съемку платье отдавать, а у нее миллион подписчиков, ну, на тот момент, там, 900 было, ну, не суть, да, то есть, она мне сделала пост, потом она мне еще там, она еще свадьбу сыграла в моем платье, ну, то есть, ну, как бы, я, конечно, максимальную заботу к ним проявляю, то есть, это не так, что я тупо воспользовалась ими, и все, конечно, я им улыбалась, конечно, я им организовала декор самый классный, они там были с этим букетом невесты, у нас мне вот такие букеты невесты, как бы, делали, да, конечно же, их красиво накрасили, конечно же, ну, мы их там, как бы, ну, так, мягко сказать, облизывали, да, то есть, ну, для того, чтобы, ну, я понимаю, что я должна что-то отдать, то есть, я не могу так просто воспользоваться человеком, как бы, да, ни за что, но, тем не менее, как бы, то есть, мне это, дало, как мне это дало отклик. Важный момент. Обязательно смотрю на количество, соотношение количества лайков с количеством подписчиков. Да, потому что обычно 30% как минимум 30% лайков от количества, то есть, нет, не 30, вру. Десятка, это хорошо. 10% сейчас скажу. Да, 10%. Всегда смотрим на количество лайков и количество подписчиков. Да, это обязательно. Есть разные, сейчас есть уже разные всякие инструменты для того, чтобы проверить, насколько аккаунты реальные, насколько аккаунты действительно не боты. Вот в этих подписчиков. Сейчас не буду на этом тоже заострять внимание, потому что это все можно найти в интернете, просто как проверить там аккаунт в Инстаграм на наличие ботов. То есть, у вас там выдаст несколько программ, которые это могут сделать. Боты, это искусственные подписчики. То есть, например, очень часто так бывает, ты заходишь к какой-нибудь девочке, блогеру, у нее там 200 тысяч, из них 10 тысяч реальные, а все остальное это накрученные. То есть, этих людей не существует, это просто специально созданные аккаунты для того, чтобы ну, специально созданные аккаунты. Да, то есть, создавать массу, ну, да, создавать массу в таком формате. Вот. Как-то так. Хорошо. Фейсбук очень для бизнеса аудитории. Очень, как бы. То есть, вас кто-то упомянет просто где-то в комментарии, где-то в своем отзыве. То есть, тут как бы, то есть, тоже это можно использовать. То же самое ВКонтакте. То есть, обязательно, то есть, вы используете какие-то людей, у которых большая аудитория. Ну, я вообще настаиваю на то, чтобы использовать таких людей. Посмотреть, что вы им можете дать. Опять же говорю, специфика бизнеса. У меня свадебные платья, у кого-то другое, да, то есть, но, тем не менее, вы можете с этим человеком на что-то обменяться, вы можете ему что-то предоставить. Не думайте, что ему это не надо. Вот никогда, то есть, никогда не думайте, вот никогда не рассуждайте то, что да ну это и нафиг ему это надо. Потому что, представьте себе, то есть, девочка, у нее миллион подписчиков, да. А нужны ли ей эти фотографии в свадебном платье? Да, в контенте. Не факт. У нее этих фотографий, то есть, знаешь, это твоя точка зрения, да. А кто-то придет и скажет, да зачем ей это? У нее и так, ее там и так бесплатно везде готовы накрасить. Ее там вообще бесплатно ей готовы организовать любые фотосессии, да. Но, тем не менее, она берет и соглашается. И такая не одна девочка. Я использовала, то есть, ну, в моем, как бы, то есть, о сегменте, это девочки дома 2, это просто кладезь подписчиков новых. Я нигде это не пиарю, только вот на семинарах рассказываю, что я использую девочек дома 2. Но, тем не менее, с них люди приходят, да. У меня как-то девочка сделала прямой эфир, как она выбирает себе свадебное платье на свадьбу. Вот так просто прямой эфир. У меня WhatsApp просто вот так вот разрывался. Ну, то есть, у меня WhatsApp, Директ, у меня просто все средства связи деловые, они просто, ну, как бы, свадебные, они просто разрывались от этого. Директ это янг и Директ. Директ это в Инстаграме, как мессенд, ну, как средство общения. Вот, ну, как WhatsApp, только в Инстаграме. Да, да. Бесплатно, они еще бесплатно все делают. Нет, если вы деньги предложите, они не откажутся, они скажут, да, конечно. У меня одна девочка, да, не одна. То есть я... Единственное, обязательно, то есть у меня сообщение, которое я составляла, да, они, они должны, как бы, ну, там должно, да, то есть вы должны сами у себя купить. У меня есть статья на блоге, как писать рекламные объявления, да, то есть чтобы вас покупали. Вот, и там как раз вот есть куча правил, которыми я пользуюсь, да. Вот, то есть вы обязательно должны прочитать глазами человека, купили бы вы. Ну, то есть откликнулись бы вы вот на вот эту вот рассылочку, которую вы писали. Я покажу сейчас, сейчас мы закончим с этим, я покажу примерные письма, которые я отправляла. Хорошо? Окей, это что касается паблики знаменитых, ползнаменитых людей. Переходим к следующему. Ватсап ваших менеджеров по продажам и не только. Вот это вообще на самом деле недооценивают. Менеджер по продажам, да и у вас, ну, я не знаю, как бы кто-то сам продает, кто-то продает с помощью продавцов, да, которые у них есть. Сама использовала, мне вот эта вот штука очень нравится. Да, то есть просто делаю, у меня, приведу пример, как я это использовала. У меня есть оптовое направление в свадебном салоне, да. Вот, то есть я взяла, завела в телефон все вот сапы свадебных салонов вообще со всей России и не только с России. То есть просто мобильники туда вставила, свадебный салон, ну, как бы такое. И делала по ним просто рассылки. Рассылка делается 20 секунд по ним. Там просто сообщение какое-то присылается, говорит, пересылать. И пересылайте по всему списку, который вам нужно. А зачем, если у тебя свадебный салон по остальным свадебным салонам? У меня оптовое направление. А, все правильно. Вот, это оптовое направление. И, ну, как, во-первых, это моментально, как бы, делает исходящее, ну, как бы, исходящее, как бы, да, то есть продвижение, да. У меня, получается, где-то там было 500 свадебных салонов по всей России и не только. То есть у тебя тут же, ты тут же начинаешь общаться, ты тут же, у тебя тут спрашивают цена и так далее. То есть, ну, это то, как я это использовала. Вы можете посмотреть, как вы это можете использовать. Сейчас, секунду. 500 в один телефон заносили, что ли? Да? Ну, ты же один раз это заносишь. У меня просто есть база 60 тысяч клиентов. Ну. Все прям вот целевая аудитория. Хорошо, значит, надо посмотреть, как это сделать. Я думаю, что как-то можно это сделать. То есть 60 тысяч, я понимаю, что не забьешь, да, но я знаю, что можно всякими инструментами, которые айтишники, да, придумали, то есть можно это что-то организовать, сделать. То есть это просто надо посмотреть. Есть SMS-рассылки, которые можно заказать, пожалуйста, то есть, ну, как в таком формате. Есть, я думаю, WhatsApp. Ну, то есть это надо просто промониторить, посмотреть, как это можно сделать. То есть у меня это очень хорошо работает. Один раз у меня компания заказала лендинг по сотрудникам. Говорят, слушай, Даша, у нас, говорит, ну, в интернете не очень хороший пиар у нас. Нам нужно сделать сайт, как у нас офис выглядит, отзывы наших сотрудников, все такое вот мы им сделали. Я говорю, слушай, говорю, хочешь, говорю, тебе идейку, которая тебе сейчас приведет, прям завтра у тебя будут люди на собеседовании. Говорят, давай. Я говорю, смотри, я сейчас напишу сообщение, я написала сообщение. Я говорю, сегодня собираешь всех сотрудников, сколько у тебя работает? Она говорит, 40 человек. Я говорю, окей, 40 человек, пусть каждый из них, это просто как бы вам, ну, это тоже одна из, да, пусть каждый из них разошлет минимум по 40 своим друзьям в телефоне, что они ищут работу. Причем сообщение было ставлено таким образом, что если ты не ищешь, может, у тебя кто-то ищет, ты кого-нибудь порекомендуешь, перешли ему это сообщение. И в сообщении был вот этот сайт. И в результате, то есть представьте себе, 40 на 40, это 1600 сообщений, ушло за, ну, сколько, за полчаса о том, что люди ищут работу. Ну, это просто то, как использовать именно WhatsApp, вот этот инструмент, я его обожаю, я его люблю. Это вы можете точно так же, не знаю, там, всем своим клиентам пожелать, опять же, специфика бизнеса у всех разная, да, кто-то это может для себя применить, кто-то не может для себя это применить, да. Вот, то есть я сейчас весь обзор делаю, кто-то берет, кто-то просто слушает. Вот, вот, может быть, как бы, я понимаю, что здесь очень разная аудитория. Вот, пожелать клиенту просто хорошего дня. Если вам просто придет сообщение такое, здравствуйте, просто вам хорошего дня желаю. Просто, чтобы у вас все сегодня получилось. Приятно, а мелочи приятны, кто-то от кого-то, да, приходит. Можно такое более личное составить, используя те, ну, как, причем ничего не продвигая, вообще ничего не продвигая, я как-то, ну, я так тестю периодически всякие разные свои идейки, сделала рассылку по всем своим контактам, тогда еще не было WhatsApp, я сделала по смс-ке отправляла. Вот, ну, и WhatsApp я тогда не очень любила, потому что он только-только зарождался, и, ну, как бы смс-ка-то тут деньги потратил, а WhatsApp это как бы, ну, ты рассылку сделала, все это понимают. Вот, я просто делала рассылки, типа того, что, слушай, я тебе просто, там, желаю тебе классного дня, чтобы у тебя сегодня просто все получилось, или там, классно же так бывает, что, классная моя смс-ка, которая просто, на это был просто взрыв, взрыв звонков мне от людей, ну, то есть я просто отыскала, говорю, слушай, говорю, ну, прикольно же, когда хорошего не ждешь, и оно берет и случается, вот, желаю, чтобы у тебя много сегодня хорошего произошло, со смайликами там, да, я струкова, и просто отправила, мне люди перезвонили, говорят, Альберин, мне так этого не хватало, спасибо тебе большое, то есть мне очень много, то есть вроде как бы так банально, да, но никто это не делает, как много людей вам просто желают классного дня, да, то есть, ну, может быть, как-нибудь мы что-нибудь там в соцсетях наших видим, да, нам что-то там кто-то пожелает, и все, а тут вам просто как, просто ничего от вас не хотят, причем никакой сайт там не приписывают, что типа, ну, если что, ты тут заходи, я тут недалеко, да, то есть, ну, то есть никто ничего такого не делает, вот, поэтому я бы вот это вот использовала. Хорошо, свой канал в Телеграме, обсудили, да, то есть это тоже один из каналов, где можно опубликовать ту начинку, которая у нас, которую мы обсуждали в прошлом слайде, да, опять же, помните, да, а Илья, а можно прошлый слайд? То есть вот эта вот начинка, все то, что у вас выходит, да, то есть вот это вот все, что вы делаете, да, вы рассылаете по всем каналам продвижения, которые есть, ну, которые мы только что обсудили, да, то есть это может, можете делать вы, это может быть делать ваш помощник, это может делать ваш маркетолог, но просто попробуйте, да, то есть я понимаю, что сейчас может быть что-то кажется зачем, да, но когда я, например, сюда пришла вот к Владимиру, да, когда вот, ну, вот столько-только зарождался, А он мне не поверил, что рассылка в Фейсбуке может привести клиента. И что вообще размещая что-то в Фейсбуке, можно клиентов получать. Он на меня вот так смотрел, он говорит, даже вот этому ссылать? Я говорю, да. Он говорит, слушай, ну вот этот человек точно не купит. Я говорю, да. А ты пробовал? Он отсылает, именно этот человек у него спрашивает, сколько стоит. Ну, как бы совпадение, еще что-то может быть. Но мы очень часто, то есть, ну, как бы, если канал не проверен, то как мы можем о нем судить, работает он или нет. Если мы им не воспользовались даже. То есть, ну, поэтому, ну, откуда у меня вообще вот это вот все? Я в одной из компаний, там, кризис в 2009 году был. Вот, то есть, и мне нужно было как-то справиться с тем, чтобы организовать много заявок. И я просто взяла все каналы, прям выписала все каналы продвижения, которые только есть. Вообще все. То есть, ну, как вот, просмотрела в интернете, поизучала и так далее. И прям взяла и использовала всю линейку. Посмотрела, откуда идут клиенты, откуда не идут, сколько. Делала прямо анализ. И там, где я думала, что точно не придут, они шли почему-то. Да, то есть, как бы, причем у меня выработалась определенная схема, сколько чего нужно для того, чтобы у меня было определенное количество клиентов. Поэтому я очень рекомендую прям вас попробовать все вот эти каналы, которые я, о которых я рассказала. Окей? Хорошо. Хорошо. Пойдем дальше? Да. Илья, следующий спайд. Дальше. Дальше. Сейчас мы немножечко пробежимся по тем... Дальше, дальше, дальше. Дальше. Это одно из писем, которые мы рассылали по... Мне просьба не читать сейчас, не вчитываться. Я сначала расскажу, а потом мы вместе прочитаем. Хорошо? Окей? Да. Это письма, которые я рассылала по видеопродакшену. Помните, да, у меня не было... Вы не переживайте, если вы мне попросите, я вам это вышлю, эту презентацию. Вот. По видеопродакшену, где мы клипы снимали. Да? То есть, у меня только вот из-за вот этих вот личных писем, то есть, мы как мы добивались наших результатов. Да? То есть, как мы добивались... Как мы зашли в продюсерский центр Валерия Меладзе, как мы попали на Mercedes-Benz Fashion Week тупо за счет этих писем. Они составлены... Ну, я сейчас прям как буду зачитывать, как почему именно так я написала. Да? Вот. А вы им потом скажете свое мнение. Ответили бы вы на это письмо? Да? И как бы... Ну, или хотя бы бы как-то вызвало бы у вас какой-то интерес, что это, кто это. Да? Добрый день. Меня зовут Нина Дягилева. Я президент мировой компании видеопроизводства Antistatic. Обязательно использую какие-то слова, которые дают понимание, что это не какая-то там, так сказать, ремесленники какие-то, которые что-то там делают. Обязательно как бы чуть-чуть антураж создаю. Почему? Но никогда не вру. Врать не... Ну, как бы никогда нельзя врать в сообщениях. Но это мое правило, да? Президент. Ну, потому что самый главный. Потому что она там самая главная. Поэтому президент. Да? И звучит хорошо. Согласна, что звучит хорошо? Да. Ну, президент самый главный, да, в компании? Есть такое? Да. Наврала? Почти. Почти наврала? Почему? Почти не соврала. Кто владельца здесь? Вы можете называться президентами. Почему нет? Вы можете посмотреть в словаре, что это значит, что это как бы самый главный. В компании, если, да? То есть мы сейчас не когда-то говорим. Ну, смотрите, если мы... Один человек, одна. И он же один сотрудник, да? Нет, нет, нет. Там не так. Там целая команда была. То есть я об этом? Нет, там целая команда была. Нет, я сейчас не говорю о качестве. О качестве продукта мы сейчас не будем разговаривать, да? То есть я вот за вот этот продукт я ручаюсь. Они реально сделали... Ну, как бы после этого клиенты говорили, блин, мы такого ни разу не видели. Насколько это было организовано, насколько это было сэкономлено клиентам просто сотни тысяч рублей, да? То есть, ну, как бы я за продукт сейчас не говорю. Тут правда классный продукт. Тут офигительный продукт, да? Я сейчас не об этом. Я сейчас о том, что, ну, как бы, то есть как это мы представляем, да? То есть если у нас офигительный продукт и нам нужно продвинуть это, да, почему мы как бы, то есть, ну, почему нет? То есть там действительно у нее есть команда, она не одна работает, то есть у нее там целая банда людей, да? Почему мировой компании? потому что клиентами являются люди со всей, со всего земного шара, да, потому что Харли Дэвидсон давно далеко не российская компания, ну, то есть, потому что они снимали в Лос-Анджелесе этот клип, потому что наши операторы работают в Лос-Анджелесе, работают в Африке, они там, ну, как бы тоже там снимали, поэтому мировая, ну, то есть, ну, как-то так, антистатик, хочу начать, то есть, сразу по делу, вы когда любите, вы когда письмо приходят, вы хотите же узнать, что хотят, правильно? Вы не хотите узнать долго и нудно, там, читать, что что-то там вам, какую-то прелюдию, вот в письме вы точно не хотите прелюдию, правильно? Да. Хорошо, хочу, сразу по делу, хочу начать сотрудничество с вами по съемкам клипов, бэкстейдж, бэкстейдж понятное слово? Нет. Вот если бы за кулисье, да, то есть, если бы кто-то снимал у нас сейчас, как идет семинар, сейчас это как бы, то есть, там, презентационное, да, а то, как он подготавливается, то, как внутри все это происходит, это за кулисье, то, что происходит за, да, бэкстейдж и других необходимых для вас видео. Наши офисы находятся в Москве и Лос-Анджелесе, у нас, правда, операторы в Москве и в Лос-Анджелесе находятся, то есть, в двух странах, вот, совсем, если есть такое преимущество, почему бы о него не писать, потому что оно создает доверие, надо, ну, блин, крупная компания, да, то есть, как бы, все, как бы, все наши преимущества, да, все плюсы мы всегда лицом сюда возвращаем, то есть, всегда лицом пока, мы всегда о них говорим, да, следующее. Совсем недавно мы отсняли клип для Ани Семеновича, также мы снимаем клипы, ну, и перечисляем, да, и других певцов. Также мы работаем с такими мировыми брендами, как Харли, Дэвидсон, косметическая компания Клоринс, обувной компанией Центра и другими. Это правда, для кого снимали видео. Я еще раз говорю, во всех письмах мы это говорим. Это создает, у вас создает какой-то, то есть, такой, что, 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 Харли Дэвидсон? Кто? Там Ани Семенович, ну, наверное, там, что-то они какие-то неплохие ребята, да? Есть такое в голове создается? Профессионализм какой-то. Окей, да, то есть, ролики для этих компаний можно посмотреть тут. Опа, еще и ролики можно посмотреть тут. Они заходят, смотрят ролики, да, то есть, ну, кому интересно это, да? Вот. Также мы снимали несколько показов и бэкстейджи на Mercedes-Benz Fashion Week. Вот Mercedes-Benz Fashion Week, мне кажется, это вообще, на самом деле, мероприятие, ну, лично мое мнение, мне не понравилось, да? То есть, в качестве организаторов быть прикольно. Почему? Потому что ты постоянно где-то задействован, ты постоянно в движухе, и как бы тебе, ну, там интересно. В качестве зрителя мне не было, мне не очень было интересно, да? То есть, потому что ты ходишь, фотографируешься, и, в общем-то, на этом все. Вот, то есть, как бы, ну, ну, наверное, для контента... Такие запуханные люди как-то стареют смотреть и убежать куда-то дальше. Ну, да. Вот, поэтому, как бы, но звучит очень хорошо, даже когда я вам сказала, что мы снимали несколько показов для Mercedes-Benz Fashion Week, вы такие, о, да, мы знаем это мероприятие, да? Ну, и Mercedes-Benz сразу такой, хап, сразу внимание забирает, такой, блин, это прям серьезное мероприятие такое, да? Вот, то есть, ну, конечно же, я об этом тут же говорю. И ты такой, так, интересно, они тут, это, Harley Davidson, Mercedes-Benz, это, Лос-Анджелес, хорошие такие. Сразу такой, чик-чик-чик, внимание. Это то, как я составляю, ну, как... Дальше. Дальше. Это одно из писем, которые мы рассылали по... Мне просьба не читать сейчас, не вчитываться, я сначала расскажу, а потом мы вместе прочитаем. Хорошо? Окей? Да. Это письма, которые я рассылала по видеопродакшену, помните, да, у меня не было... Вы не переживайте, если вы мне попросите, я вам это вышлю, эту презентацию. Вот. По видеопродакшену, где мы клипы снимали, да? То есть, у меня только вот из-за вот этих вот личных писем, то есть, мы как мы добивались наших результатов, да? То есть, как мы добивались, как мы зашли в продюсерский центр Валерия Меладзе, как мы попали на Mercedes-Benz Fashion Week тупо за счет этих писем. Они составлены... Ну, я сейчас прямо как буду зачитывать, почему именно так я написала, да? Вот. А вы мне потом скажете свое мнение, ответили бы вы на это письмо, да? И как бы, ну, или хотя бы бы как-то вызвало бы у вас какой-то интерес, что это, кто это, да? Добрый день, меня зовут Нина Дягилева, я президент мировой компании видеопроизводства «Антистатик». Обязательно использую какие-то слова, которые дают понимание, что это не какая-то там, так сказать, ремесленники какие-то, которые что-то там делают. Обязательно как бы чуть-чуть антураж создаю. Почему? Но никогда не вру. Врать не... ну, как бы никогда нельзя врать в сообщениях, но это мое правило, да? Президент, ну, потому что самый главный, потому что она там самая главная, поэтому президент, да? И звучит хорошо. Согласна, что звучит хорошо? Да. А президент самый главный, да, в компании? Есть такое? Да. Наврала? Почти. Почти наврала? Почему? Почти не собрала. Кто владельца здесь, вы можете называться президентами, почему нет? Вы можете посмотреть в словаре, что это значит, что это как бы самый главный. В компании, если, да? То есть мы сейчас с ней, да, говорим? Вопрос только в задушке. То есть если оно создано, то еще что-то есть здесь. Ну, смотрите, если мы... Один человек, одна, и он же один сотрудник, да? Нет, 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 там не так. Там целая команда была. То есть я об этом? Нет, там целая команда была. Нет, я сейчас не говорю о качестве, о качестве продукта мы сейчас не будем разговаривать, да? То есть я вот за вот этот продукт я ручаюсь. Они реально сделали, ну, как бы после этого клиенты говорили, блин, мы такого ни разу не видели. Насколько это было организовано, насколько это было сэкономлено клиентам просто сотни тысяч рублей, да? То есть, ну, как бы я за продукт сейчас не говорю, тут правда классный продукт, тут офигительный продукт, да? Я сейчас не об этом, я сейчас о том, что, ну, как бы, то есть как это мы представляем, да? То есть если у нас офигительный продукт, и нам нужно продвинуть это, да, почему мы как бы, то есть, ну, почему нет? То есть там действительно у нее есть команда, она не одна работает, то есть у нее там целая банда людей, да? Почему мировой компании? Потому что клиентами являются люди со всей... со всего земного шара, да? Да, потому что Харли Дэвидсон давно далеко не российская компания, ну, то есть они снимали в Лос-Анджелесе этот клиент, потому что наши операторы работают в Лос-Анджелесе, работают в Африке, они там, ну, как бы тоже там снимали, поэтому мировая, ну, то есть, ну, как-то так. Антистатик. Хочу начать с... то есть сразу по делу. Вы когда любите, вы когда письмо приходят, вы хотите же узнать, что хотят, правильно? Вы не хотите узнать долго и нудно там читать, что что-то там вам, какую-то прелюдию. Вот в письме вы точно не хотите прелюдию, правильно? Да. Хорошо. Хочу начать... сразу по делу. Хочу начать сотрудничество с вами по съемкам клипов, бэкстейдж. Бэкстейдж понятно слово? Нет. Вот если бы... закулисье, да? То есть, если бы кто-то снимал у нас сейчас, как идет семинар, сейчас это как бы, то есть там, презентационное, да? А то, как он подготавливается, то, как внутри все это происходит, это закулисье, то, что происходит за, да? Бэкстейдж и других необходимых для вас видео. Все. Наши офисы находятся в Москве и Лос-Анджелесе. У нас, правда, операторы в Москве и в Лос-Анджелесе находятся, то есть в двух странах. Вот. Совсем... если есть такое преимущество, почему бы о него не писать, потому что оно создает доверие. Надо, ну, блин, крупная компания, да? То есть, как бы, все, как бы, все наши преимущества, да, все плюсы мы всегда лицом сюда возвращаем. То есть, всегда лицом показываем. Мы всегда о них говорим. Да? Следующее. Совсем недавно мы отсняли клип для Ани Семенович. Также мы снимаем клипы, ну, и перечисляем, да, и других певцов. Также мы работаем с такими мировыми брендами, как Харли Дэвидсон, косметическая компания Клоринс, обувной компания Центра и другими. Это правда, для кого снимали видео. Я еще раз говорю, во всех письмах мы это говорим. Это создает... у вас создает какое-то, то есть, такое, что-что-что, Харли Дэвидсон? Кто? Там Ани Семенович, ну, наверное, там что-то они какие-то неплохие ребята, да? Ну, есть такое в голове создается? Профессионализм какой-то. Окей. Ну, то есть, ролики для этих компаний можно посмотреть тут. Опа, еще и ролики можно посмотреть тут. Они заходят, смотрят ролики. Да, то есть, ну, кому интересно это, да? Вот. Также мы снимали несколько показов и бэкстейджи на Mercedes-Benz Fashion Week. Вот Mercedes-Benz Fashion Week, мне кажется, это вообще... На самом деле, мероприятие, ну, лично мое мнение, мне не понравилось, да? То есть, в качестве организаторов быть прикольно. Почему? Потому что ты постоянно где-то задействован, ты постоянно в движухе, и как бы тебе, ну, там интересно. В качестве зрителя мне не было, мне, ну, не очень было интересно, да? То есть, ну, что ты ходишь, фотографируешься, и, в общем-то, на этом все. Да. Вот, то есть, как бы, ну, ну, наверное, для контента... Такие запуханные люди как-то стареют смотреть и убежать куда-то дальше. Ну, да, вот, поэтому, как бы, но звучит очень хорошо. Даже когда я вам сказала, то, что мы снимали несколько показов для Mercedes-Benz Fashion Week, вы такие, о, да, мы знаем это мероприятие, да? Ну, и Mercedes-Benz сразу такой, хап, сразу внимание забираю, такой, блин, это прям серьезное мероприятие такое, да? Вот, то есть, ну, конечно же, я об этом тут же говорю. И ты такой, так, интересно, они тут, это, Harley-Davidson, Mercedes-Benz, это, Лос-Анджелес, хорошие такие. Сразу такое, чик-чик-чик, внимание. Это то, как я составляю, ну, как бы, для них составляла, да, письмо? Ну, дальше, если у вас есть проекты, которые нужно отснять, готовы встретиться с вами, обсудить детали сотрудничества. Небольшое видео, презентационное или бэкстедж для начала сотрудничества можно снять для вас бесплатно. Мы никому бесплатно ничего не снимали, никогда. Но фишка в том работает, потому что, когда ты приходишь, и тебе говорят, мы хотим снять целый фильм и не заплатить за это, ты говоришь, слушай, ну, ты на какую камеру хочешь снять, на iPhone 7 или на iPhone 6 или на iPhone 5? Да, это вот мы с ними бесплатно, без проблем. Ну, так, для чтобы, как бы, это. Но обычно люди хотят что-то профессиональное и так далее, понятно, что нет. Но для них это, ну, как бы, как вводная услуга такая, то есть мы все равно с ними встречаемся, сценарии прописываем и так далее. То есть это все равно работает. И обязательно приписка, это у меня есть во всех письмах, жду ответа от вас. Это вообще просто работает на ура. Когда ты пишешь человеку, жду ответа от вас, как бы, и он это читает, он как бы, блин, ну, хотя бы там ответить неинтересно. Хочешь что-нибудь, да, то есть, ну, это как бы, как, ну, я не знаю, как это работает, это просто работает, да? Вот, а скажите мне, тут есть что-то лишнее? Нету. Хорошо, а есть такое, что вы открыли и дальше читать не хочется? Нету. Ну, как бы, то есть, ну, понятно, что я с вами вообще, в принципе, как бы, ну, хотя нет, тут, мне кажется, даже так, интересненько. Вот. Пару не будет, просто, профессионально. Вот, ну, как бы, то есть, если вам, в принципе, у вас была какая-то, когда-то идея создать видео какое-то, да, то здесь, блин, интересно, что это такое? Кто это? Есть такое или вру? Есть. Навык, 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 я, я, ну, как бы, образование мое, проб и ошибок больше. Ну, спа, имейл, маркетинг? Нет, ничего не делала. То есть, от себя не придумали? Я не придумала, я взяла это на основе того, что у меня работало и не работало. Да, то есть, у меня есть правило, как бы, то есть, я еще раз говорю, на блоге можно зайти почитать, там прям инструкция написана по тому, как писать, что должно быть и что не должно быть в письме. Там прям две статьи, по-моему, на эту тему. Что я знаю, что, как бы, от того, как ты написал письмо, очень много зависит, очень много зависит, ответит ли тебе человек. Ну, здесь, как бы, то есть, у меня четко, я такая-то, хочу вот это вот, чуть-чуть пиара, вот это чуть-чуть обо мне, я крутая. Жду ответа от вас, и для вас можем встретиться, обсудить. Ну, то есть, по делу, тут нет ничего лишнего, да? Еще хочется письмо посмотреть? Да. Интересно? Да. А кому неинтересно? Нет таких, да? Тогда, Илья, следующее письмо. Хочу поработать с вами. О, классно. Кстати, у меня, у меня такая штришка была, то, что я каждую неделю отправляла сообщение, мне нужно было каждую неделю что-то придумывать, что же им написать в теме, чтобы они ее кликнули и открыли. Вот. От Дягилева Нины хочу поработать с вами. Ну, только, как бы, ну, только идет, как бы, то есть, если мы сейчас открываем, если мы сейчас берем, что я отправляла по e-mail'ам шоу-бизнеса, да, то есть, ну, если она хочет поработать со мной, значит, ей что-то от меня надо, правильно? Ну, хочет, ну, открытие будет хорошая, конверсия. Ну, и опять же, меня зовут, обязательно всегда представляюсь, потому что кто-то открыл уже знает, а кто-то открыл еще не знает, потому что он в первый раз открыл, да? Поэтому вот это я никогда не убираю. Меня зовут Нина Дягилева, я являюсь президентом продакшн-антистатика, я частенько рассылаю вам последнюю вашу работу. Здесь он улыбнулся, потому что, да, он постоянно получает что-то, да? Говорит, надеюсь, что они вам нравятся, и вы меня еще не поставили в список спама. Ну, тут он еще раз улыбнулся, ну, потому что, блин, она и правда уже заколебалась со своими работами, и, как бы, то есть, ну, тут есть какое-то общение, да? То есть, я, она как бы тут, ну, я понимаю, что я уже вас, в общем-то, заспамила, но вы меня простите, как бы, прочитайте еще что-нибудь. То есть, это очень человечно, человеческим языком написано, согласны? Да. Неофициальным? Да. Да? Дальше. На самом деле, мы, правда, делаем хорошие видео абсолютно иного качества, которые есть на рынке России, и просто хочется делиться ими с теми людьми, кто разбирается в этом. Опа! А здесь уже, как бы, то есть, ну, они, правда, разбираются в этом. Ну, то есть, им еще тут сказали, что они крутые. Это тоже, как бы, то есть, ну, дальше. Ну, и, конечно же, чего кривить душой хочется поработать и с вами? Кстати, для вас классный. Тут он снова улыбнулся, когда читал. Потому что, как бы, то есть, ну, я, как бы, не буду вот это прелюдию, я вам сразу скажу, поработать с вами хочу. Да? Дальше. Последний клип, который был снят, сняли вот для вот этой вот звезды. Его нужно посмотреть тут. А вот это вот словосочетание, оно очень, его в шоу-бизнесе знают. Это так называется продюсерский центр Валерия Меладзе, и он, как бы, ну, его знает в внутренних кругах. Поэтому, конечно же, я им вот это ставлю. Потому что это, ну, как бы, то есть, это придает мне пиар еще дополнительного, да? Хочу все-таки, чтобы начали сотрудничать и с вами по съемке видео. Знаю, сложно найти видеопродакшн, с которым качество, сложность работы, скорость исполнения. И, конечно же, бюджет, все это будет идеальным для сотрудничества. У нас это есть. Я прошлась просто по всем болям, которые у них есть. Потому что качество, они недовольны очень часто качеством. Потому что иногда я ходила на презентацию клипа недавно к девочке. Она снималась в нашем свадебном платье, в этом клипе. Господи, они сняли просто, ну, это просто жесть была. То есть, это как бы просто ужас был. Причем они взяли это, как мы берем за полноценный такой, как бы, то есть, фильм. Они вот столько взяли, то есть, ну, по цене это было. То есть, это правда было, ну, как бы, ну, очень плохо. Слаженность работы. У творческих людей, кто с ними сталкивался, у них есть такое, что они немножечко такие неорганизованные. Кто с этим сталкивался? Есть такое? Есть, да, такое? Вот. Поэтому вот это вот для них тоже очень такая, как бы, прям боль. Дальше, скорость исполнения. Ну, это, в общем-то, везде боль. Ну, то есть, как бы, не только здесь. И, конечно же, бюджет, опять же. Да, то есть, это тоже везде боль, где бы это вообще на самом деле не было. Все это будет идеальным для сотрудничества. У нас это есть. Ну, это опять же, как бы, то есть, ну, по всем более чуть-чуть прошлось. Если нет идей, как и что снять, но вам интересно поработать с нами, напишите мне, встретимся, обсудим идеи, сценарии и так далее. Это, опять же, водная услуга. Помните? Сегодня обсуждали. То есть, для нас, как бы, будет, то есть, ну, как бы, написать сценарий. Да, кто-то придет просто, как бы, там, что-то пообщаться. Но в 70% случаях они заказывают. Потому что им предлагается такой сценарий, как, плюс они видят человека, с которым они общаются и так далее. Жду ответа от вас. Ну, это стандартно. Рада работать с хорошим. Ну, я люблю просто что-то такое, я люблю письма писать не каким-то, знаете, таким скучным, консервативным языком. Люблю письма писать, как я разговариваю, вот как общаюсь, простым очень. Ну, видите, здесь очень просто все. Он разговорный. Вот как вы общаетесь в жизни, да, в диалоге. Вот здесь так же написано. Есть такое? Есть? Да. Здесь прямолинейность. Да, прямолинейность очень такая. Окей. Это, как бы, еще одна разновидность письма. Илья, поможешь? Что там дальше? Ну, так кликать. Еще одно есть. Ну, оно, как бы, в общем-то, то есть, тоже, как бы, такое коротенькое. Ну, это просто еще один, как пример. Не будем его разбирать? Не будем? Да, там что-то другое. Окей. Илья, дальше. Дальше. Это так выглядит мой, как бы, паблик. Правда, там сейчас больше подписчиков. Вот, паблик в Инстаграм. Вот. Окей, дальше. Это просто вам, чтобы была реальность, какие мы с Вадимой платишьем, как продукт. Дальше. Дальше. А, вот это, кстати, о предыдущем, как бы, это сделай. Вот эта девочка, это как раз одна из звезд. Она у себя тоже публиковала наше платье. Это наше платье. Вот. И с ней вообще такая история получилась. То, что... Стархит. Все знают, кто такое? Что такое? Что это за? Издание. Да. Журнал Стархит. Ну, это достаточно самый, вообще, сейчас в шоу-бизнесе. Он самый тиражируемый, самый такой знаменитый. Он Малахову принадлежит. Вот. И о нас, то есть там вообще в Стархите обычно никого не рекламируют. Вот. О нас там была целая статья, что она выходит замуж, выбирала платье. И то ли у нас, как бы, в этом. То есть это просто как бонусом. Потому что я с ней дружу. Потому что я организовала несколько съемочек. Я организовала, ну, то есть в таком формате. Вот. То есть вот она вот, как бы, это просто... Вот они как раз клип снимали и мы засняли. Интересно это было, нет? Интересно то, что рассказывали. Хорошо. Дальше. Илья, дальше. Вот это, кстати, девочка, у которой миллион подписчиков. Сейчас уже миллион двести, по-моему. Вот. И она... Это ее свадьба. Она так на свадьбу уехала. Она к нам приехала. Мы ее накрасили, одели. Все сделали. Вот она от нас уехала. Она нас публиковала. Причем мы с ней даже не договорились о каком-то одном посте. Она нас публиковала, наверное, раз в десять. Вот. То есть, но благодаря нашим фотографиям у нее появились еще заказы на съемки. То есть люди думали, что мы проплатили. Вот они пригласили ее, как бы. То есть, ну, она еще, грубо говоря, заработала на этой фотосессии. Это просто закадрово такое. Это девочка Костенко Настя. Сейчас она очень популярная. На тот момент, когда мы снимали, не очень была. Но, тем не менее, у там 70 тысяч подписчиков. Ну, пришло мне там человек 200 от нее. И ладно. У меня красивые фотографии. Новая публика. Тоже, как бы, хорошо. Дальше. А, это, кстати, вот, как бы, декорации, которые мы делаем, да. Вот. Может быть, на презентации это не очень, как бы, видно. То есть, тоже Марика Кравцова. Один из... Ну, она тоже достаточно известная девочка. Вот. То есть, она тоже у нас снималась. Дальше. Тоже две... Это из Дома 2. Это подружка очень знаменитой модели, Алена Шишкова. Кто знает, это бывшая девушка о Тимоте. Вот. То есть, она, как бы, ее лучшая подруга и ее пиар-агент на тот момент была. То есть, мне тоже было важно с ней поработать. Вот. То есть, это все бесплатные съемки, которые мы организовывали. Это на iPhone, помню, снятый. Вот этот вот кадр. Вот этот профессиональный. Дальше. То есть, тоже вот она у меня еще раз. Это вот эта девочка, у которой миллион подписчиков. Она еще раз у меня снимается. У этой было 250 тысяч подписчиков. Да, 250 тысяч подписчиков. Сюда тоже снималось. Дальше. 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 Все. То есть, все. На этом все. Можно мне, знаешь, какой... Вверх кинь мне. Вверх презентации. Самое начало. Еще, еще, еще. Стоп. Дальше. 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 Хорошо. Еще одно тоже направление. Это работа с партнерами. Направляющие вам клиентов. У кого вообще есть люди, которые направляют клиентов? А у кого нету этого? Кто вообще не использует эту функцию для своего бизнеса? Окей. Еще есть кто-то? Есть, да? Два человека или еще кто-то есть? Нету больше. Окей. А кто чувствует, что там что-то нужно чуть больше, чем вот вы делаете? Есть такое, да? Вот. Это, кстати, вот эта технология, это благодаря которой я... Это компания Business Forum, где было открыто 50 представительств. Это то, благодаря чему я вообще открыла 50 представительств. Почему они хотели именно со мной работать? Вот. У меня был целый отдел по работе вот именно с партнерами, с нашими. Да? Вот. То есть это нужен отдельный человек, который занимается работой с ними, а также расширяющий базу таких партнеров. Да? Очень важным элементом была партнерская программа. Я ее называла максимальная забота, что я сюда включаю. То есть, если вы являетесь к чьим-то партнером, кому-то клиентов направляете, вы, наверное, хотите, чтобы вам немножко данных дали, как людей направлять, как просвещать людей о продукте, которым вы занимаетесь. Хотелось бы вам этого? Да. Хотелось бы вам, чтобы с вами, может быть, был какой-то человек, который говорит, слушай, ну ты мне как бы самое главное заинтересуй его, а там дальше я ему сам да продам, если что. Интересно бы вам было? Да. Да? Или, например, вам бы, наверное, хотелось, чтобы человек, я не знаю, продукты у всех разные бывают, но он говорит, слушай, хочешь, я тебе отдельный сайт для тебя сделаю? Подай этот продукт, он будет чисто твой, ты им будешь пользоваться. Ты такой, блин, круто, да? Или хотелось бы, чтобы отдельный человек, не знаю, там выделен, который бы, ну, как бы помогал, возможно, который бы создавал какую-нибудь, не знаю, там у меня, например, среди моих партнеров была игра, да, которую я запускала. И они у меня там разыгрывали, например, поездку на Карибы. Прикольно бы было, если вы еще направляете, вас еще и на Карибы отправляют. Да. Офигенно, да? Вот. То есть, партнерская программа, да, то есть, у кого сейчас вот эта вот штучка есть, то есть, вот, или, то есть, я знаю, сейчас вот в основном партнерская программа состоит из каких-то комиссионных, и, в общем-то, все на этом. Есть такое? Да. А кто чуть больше предоставляет, чем просто комиссионные? Так, вас я не беру, и вас я тоже не беру, вы, как бы, чуть-чуть, это, в курсе. Окей. Что, ну, как будет, что, что, есть кто-то еще, кто предоставляет чуть больше? Вот, поговорить вот так, что какие-то советские, какие-то, как, поговорить. Ну, то есть, как подбегать, да, то есть, вот, общение еще надо выполнить, снять свои решения. Так, окей. Хорошо. Я хочу, чтобы мы сейчас объединились тоже в четверке, да, и погенерили, какие еще, может, могут быть для ваших потенциальных партнеров, да, как, что можно включить в партнерскую программу. Причем, я хочу, чтобы это было в формате, слушай, я занимаюсь вот этим, 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 вот, чтобы ко мне направлять клиентов, что бы ты от меня хотел получить. Окей? И вам просто, как бы, то есть, ну, было бы прикольно вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Интересно сделать это упражнение? Да. Хорошо. Я хочу даже, чтобы, нет, мы даже не в четверке объединимся, я хочу, чтобы каждый опросил человек шесть. Сейчас, вот здесь вот, из сидящих, да, то есть, подошел сам, как бы, опросил, слушай, а что бы ты хотел, вот, в партнерской программе, я вот этим, этим, этим занимаюсь. Хорошо? Окей? Сделаем? Я хочу объяснять шести человек, кто чем занимается. Ничего страшного, заодно познакомимся, как бы, то есть, ну, все хорошо. Сделаем? Да. Хорошо? Старт. А сегодня на два рассказывать, ну, просто я такая думаю, все, они уже и так у меня умирают. Да, да. Блин, надо прокачать свои skills, например, что я даю. Ну, ладно, прокачать skills, например, какие-то эти, я тупнула, я же, поэтому не обращай внимания. Не буду по всем. У нас работают клики, нет? Ну, как бы, работают, да. О, отлично. Не надо вот это вот писать, иначе я еще на час тебя. Чешу, пожалуйста. В общем, в воскресенье, это не очень круто, что в воскресенье организовывается та первая, потому что нигде семейный день, потому что я вчера, как бы, с семьей. Это первое, второе, потому что мы на 22 часов поставили, это пиздец. Надо было здесь этих делать, и все. Утро? В 11, да. Да, ну, до пяти. Я, знаешь, за что? Я за уменьшение времени и более прокачку такую. То есть не отпускать максимум 3-4 часа, максимум, чтобы они нормально воспринимали информацию. Потому что, ну, как бы, 6 часов, 6 часов. Это инструменты, которые, основные инструменты, да, какие-то? Да, да. Чтобы, не знаешь, чем понравилось, мы с тобой начали хорошо. Мы с тобой начали хорошо, мне прям понравилось. Я бы даже в другую степь даже не уходила, потому что мы с тобой, знаешь, такой, в диалоге в таком были. Хороший. Вот, то есть, как бы, и твою бы презентацию, вместе с моей презентацией, очень согласоват, согласовать бы. Какой еще минус для меня? Лучше сами же заебаные и я. Ну, как бы, это для меня минус. И то, что по времени они долго сидят, 6 часов, 3 часа. Да не, люди-то сидят на семинарах и подольше. Ну, я просто знаю, подсчитываю все и вижу. Ну, это да. Планчиваем. Хорошо, нашли что-то для себя, что могли бы использовать? Да. Не все что-то, один человек прям. У остальных не получилось. Только двоих успели. Только двоих успели. Окей. Но получилось что-то, какие-то идейки накидать? Да. Окей. У кого еще получилось? Руки поднимите, пожалуйста, чтобы мне просто понимать. Получилось, но нет уверенности, что это то, что нужно. Нужно попробовать. Только попробовать можно. Только этим мы можем понять, получится, не получится. Я еще раз говорю, очень много вещей, из тех, которых я вам сегодня рассказываю, я тестила. Я просто посмотрела, такая, думаю, ой, прикольная идея, надо попробовать. Спробовала, получалось, не получалось. Ну, здесь то, что получалось. Есть то, что не получалось. Окей, хорошо. То есть, партнерская программа, мне хочется, что, знаешь, как бы, знаете, вот здесь я всегда смотрю, а повелась бы я на эту партнерскую программу, всегда себе задаю вопрос. А мне бы захотелось направлять еще людей? Ну, как бы, то есть, самой бы хотелось бы самой с собой работать, если бы у меня были, как бы, такие, ну, как были бы такие условия. Хорошо. Делаете ли вы рассылки по партнерам с какими-то новостями, отзывами клиентам, помогающими им продвигать ваш продукт? Делаете что-нибудь такое? Это было классно бы делать. Вам бы было бы, как бы, приятно, ну, не то, что приятно, вам бы было в помощи, если вот, вы наверняка кого-то рекомендуете, кого-то направляете куда-то. Есть такое? Да. Хорошо, как бы. А если бы они еще с вами в коммуникации были, в такой, то, что, ой, у нас такой клиент прошел, у нас, ну, как бы, то есть, у нас такой клиент купил отзыв, написал, у нас то. Это создавало бы в вас еще больше уверенности и в вас еще больше желания с вами работать? Было бы? Да. Создавало, да? Вот, поэтому вот это вот, вот эту вещь тоже используйте, она важная. Я сама это делала. У меня тупо вот за счет вот из-за вот этого, просто вот этот вот, вот эта вот штучка, рассылка. Да, отзывы клиентов, ну, создавало мне очень много людей еще заинтересованных. Ссылка по почте с отзывами. Да, 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 да. Да, то есть, как бы, потому что это вызывает в интерес вас еще больше этим заниматься, понимаете? По партнерам, да? По партнерам, да? То есть, как бы, в таком формате. Очень хорошо работают отзывы, отзывы спорт. То есть, берете те люди уже, которые с вами работают. Вы спрашиваете, слушайте, почему ты к нам направляешь клиентов? Что тебе в нас нравится? Он берет, дает отзыв. Почему? Он дает отзыв о продукте, он дает отзыв о, может быть, о вот этой максимальной, о партнерской программе максимальная забота. Может быть, он говорит о том, что, блин, да я других рекомендовала, они полностью вообще отстоя, а вы вообще мега крутые, да, в этом. Именно поэтому. Пусть он об этом напишет. Это создаст вам новых партнеров, вот это вот. Это создаст еще вам базу новых партнеров, с которыми вы будете работать. Работайте с нами, направляйте. У нас там, ну, я знаю, например, одну компанию, у них там за два месяца работы, ну, самый, как бы, самый-самый топовый партнер получил миллион, нет, это не за два месяца, вру, за полгода работы с ними получил миллион триста, просто комиссионными. Можете себе представить? Просто, это, это просто, это только комиссионные ему составляли, да, при том, что у них не, ну, не очень дорогой продукт, а он просто много его напродавал. Да, то есть возьмите с него, сделайте это известным, потому что наши партнеры зарабатывают столько-то денег, ну, то есть вот его отзыв, вы можете, это реальный человек, вы можете с ним пообщаться. Создал, ну, как бы, если кто-то, например, рекламирует, то есть какой-то на рекламу, ну, не знаю, там, не на рекламу, друг ваш рассказывает о том, что его партнеры, как бы, отзыв его партнера от работы с ним, да, и там реально он пишет классные вещи, то, что он там, как бы вам это, как бы, то есть у вас появится идея, слушай, может мне тоже это попродвигать? Может быть, прикольно, как бы так хорошо пишет? Ну, так хорошо. Я вот тоже, вот только с этого отзывы с партнеров. Я прям брала, брала отзыв с партнерами, с которыми я уже работала, вот, рассылала вообще по своим клиентам. Рассылку делала просто, у меня там было 40 тысяч человек тогда, вот, то есть я стабильно получала по 150 откликов, по 100, по 150 откликов, ну, по-разному, в разное время, вот, а о том, что, слушайте, расскажите, что, как с вами можно посотрудничать, просто за счет отзыва. Отзывы, на самом деле, это вообще самая лучшая реклама, ну, это моя точка зрения. Ведь, как бы, сарафанное радио работает же лучше всего, правильно? А теперь представьте себе, что у вас масштабированное сарафанное радио, потому что это отзывы. Есть такое? Вот. Хорошо. В общем-то, это все по поводу работы, работы с партнерами, направляющими вам клиентам. Окей, есть еще по вот этой вот, по вот этой области, по вот этой части вопросы? Уточнение. Нету. Да? По клиентам рассылаю, в Фейсбуке делаю, то есть во всех, то есть во всех социальных сетях тоже делаю, по всем каналам запускаю, потому что непонятно, кто вам приведет клиента. Понимаете? Ну, просто тут вот коллеги, которые в комментарии поступили, что, например, если бы мы были подписаны там, ну, приходишь в магазин, оформляешь карту, даешь свой там номер телефона, если мне в магазине, все магазины начинают рассылать или один отзывы своих клиентов, ну, как бы они... Я сейчас, если вы видели, да... Кому как-нибудь что рассылать тоже важно. Да, в формате... Это обязательно. Вы обязательно учитываете, ну, как бы ту ситуацию или те, как бы факторы, да, которые у вас вокруг есть. Я сейчас не говорю, что это, ну, как бы такое тупое механическое действие, да, это, конечно же, нет. То есть, оно не должно приносить какой-то вред. Да, то есть мы всегда смотрим, как бы исходя из реальности. Я, например, могла тогда, то есть где-то я не могла это разместить. Да, то есть я вот понимала, что, ну, как бы просто люди, которые нас ничего не знают, рассылка просто по сырым людям, ну, им это не актуально будет. Или, ну, как бы есть категория публики, по которым бы я это разослала, и это было бы не актуально. Но есть люди, которым это актуально, потому что клиенты компании это были. Вот, то есть я знала, что они нас любят. Я знала, что они получили, ну, как бы, хорошие успехи от нашей компании, да, и они бы рады от нас такое получать. Причем, конечно же, я это делала в разговорном стиле, то, что я хочу, ну, как бы, то есть, вот как я письма показывала вам, да, то есть я использовала обязательно все правила написания писем. Потому что если просто, как бы, ну, вот наш отзыв, давайте тоже, ну, как бы, это тоже все равно должно быть как-то очень, как сказать, корректно. То есть как-то так. То есть я сейчас не настаиваю на том, что мы везде просто, как бы, то есть бездумно это делаем. Да. Но в любом случае у нас есть Facebook, когда у нас нету теплые базы, у нас есть Facebook всегда. То есть у нас есть Facebook, я, например, увеличиваю количество друзей на Facebook всегда. Да, то есть я захожу, смотрю, то есть, ну, мне конкретно там бизнесменам нужны, то есть люди деловой среды. Ну, то есть я беру, добавляю таких людей. Ко мне добавляются такие люди. И так далее. То есть тоже, как бы, то есть увеличиваем. То есть не значит, что мы, если у нас там 50 друзей на Facebook, мы сидим с этими 50-ми друзьями. Нет, так не должно быть, конечно же. Конечно, вы это тоже увеличиваете. Но это все бесплатно. Да, то есть мы не затрачиваем на это. И один клиент выведет нас на второго клиента, и это, ну, то есть все, и оно тоже как по цепочке поехало. Одному клиенту вы что-то, как бы, сделали, размесили в отзыв, у вас еще два появилось. Это опять начинает работать на вас. Ну, это просто работает. Можете проверить, но это просто работает. То есть начните просто это делать. Только не, как бы, вот все, что я сегодня рассказала, не части этого, не маленький кусочек, потому что маленький кусочек, он не работает. Ну, то есть взять и прям все запустить. Просто. Система некая. Некая система, да, где работает каждый по-любому, каждая деталь, она важна. То есть и в совокупности она приведет к результату победы. Это 100%. Как-то так. Хорошо. На этом моя часть закончена. Ну, то есть, как бы, то есть я передаю слово Ксении. Вот. Она будет рассказывать о каких-то своих работах. Еще раз. Я затрону темы моих действий, которые лично меня привели к хорошим результатам в нашей компании. Расскажу быстро, чем мы занимаемся, как мы можем быть вам полезны и показатели, да. То есть я так же, как и Даша, все отслеживаю в статистике, в результатах, ну, результаты в статистиках. Это позволяет как-то вовремя реагировать на те или иные вопросы, проблемы, ситуации и так далее. Не по книжке моя часть называется, объясню, почему. Я все-таки решу испытать. Вот это дело. А ты поближе. Поближе куда, вопрос. К кому? Подойти нужно поближе. О. Это вы переключили. Антон, тогда вы будете со мной, хорошо? Очень вкратце, да. Знаете этих ребят? Да. Какие это фамилии? Ганна, Ганна, Ганна. И? Добрый. Точно. Очень крутые ребята, это мои клиенты. Безгранично уважаю, смотрю ролики, читала и так далее. Сама себе задаю вопрос, почему я стою перед вами, да, то есть я там не популярна и так далее. Я не писала тысячи книг, я не читала тысячи книг, буду откровенно, да. У меня есть, наверное, ну, мое главное оружие, это опыт. То есть я 4 года в Москве, я 4 года занимаюсь управлением нашей компании. И все то, что я сегодня буду рассказывать, это вот чисто кровью, потом, слезами, нервами, седыми волосами. Это все вот так, то есть не по книжке, да, не просто так это сказано. Антон, следующее. Вкратце о себе, буквально минута. Я из города Тынды. Это одно большое слово, где это? В общем, это Дальний Восток, столица, столица Байкаламурской магистрали. Это не короки, это я презентовала Киноночь год назад, наш проект. Дальше. Кандидат мастера спорта по волейболу, следующий. Я изучала 4 иностранных языка, остановилась на одном, да, кстати, занималась легкой атлетикой, бегала за короткие дистанции, за область, за свою, за Амурскую область, это то, где я родилась. Изучала 4 языка, французский, немецкий, китайский, английский, в итоге остановилась на английском. И сейчас очень масштабно занимаюсь развитием, потому что есть планы развития компании, ну, не только в Российской Федерации. Дальше. В Хабаровске жила, училась, работала в компании ЛДБТ. За 2 года в холдинге я была первой по продажам и была приглашена на управляющую должность. Собственно говоря, приняла решение по переезду, по миграции, по переезду в Москву, поэтому отказалась. Следующий. Покорение Москвы, скажем так, в кавычках, не люблю это слово покорение, потому что такое слово, когда я приехала в Москву, спала в подъездах, там зарабатывала 2 рубля, в общем-то такие любимые истории. У меня было не так все печально, но тем не менее, я приехала там с… это было первое собеседование, я попала в компанию «Московский офисный центр», это то, где вы находитесь сейчас. И была, соответственно, на должности администратора, заказывала гостевые пропуски, ну вот в принципе встречала людей так, как вот вас сегодня встретили наши ребята, да. И потихонечку росла, то есть я свою компанию знаю по пальчикам, да, я знаю каждый угол, я знаю каждую услугу полностью, как мы ее предоставляем, где есть минусы, где косяки, что исправить. С начальника отдела продаж я стала руководителем, замдиректора, и на сегодняшний день являюсь младшим управляющим партнером и акционером компании. Следующий, Антон. Компания, у нас всероссийский сетевой каворкинг, слово каворкинг понятно кому-то? Нет. Кому нет? Непонятно, а кому понятно? В двух словах можете сказать? Каворкинг это сотрудничество, то есть сочетание английских слов, со-работа, да? Со-работа, точно. То есть мы, в чем наш бизнес, на чем мы зарабатываем? Мы арендуем большой офис, делим его на мелкие зоны, например, на рабочие места, да, подобного рода, либо сдаем в аренду переговорную комнату. То есть задача из офиса максимально выжать прибыль. Наши офисы работают круглосуточно, утром, в обед, вечером и ночью, да, ночью это наш антикинотеатр. То есть у нас локации трансформируются и превращаются из бизнес-формата в такой более расслабленный, релакс моменты. То есть мы предоставляем в аренду рабочие места для начинающих предпринимателей, для крупных бизнесменов разницы нет. То есть человек, арендующий, например, за 25 тысяч рублей рабочее место, имеет доступ в Москва-Сити круглосуточный, имеет постоянный пропуск, имеет контракт на руках, да, договор субаренды. И, соответственно, переговорные комнаты, где он может встречать своих друзей, партнеров, коллег, я не знаю, творить, подписывать контракты и так далее. То есть такая социальная у нас помощь, мы помогаем бизнесменам и предпринимателям в Российской Федерации развиваться без каких-то крупных вложений в офисы, без покупки недвижимости и так далее. Это у нас очень хорошо получается. Нас вы можете найти в Фейсбуке, компания Московский офисный центр, это первый проект. И второй проект у нас на всю Российскую Федерацию, да, это компания, проект офису дома называется, тоже можно в ВКонтакте, в Фейсбуке, либо в Инстаграме найти. В чем наша фишка, в чем наше преимущество? Мы очень активно публикуемся, публикуем посты в социальных сетях, в день это несколько штук. Мы показываем наш бизнес онлайн, то есть что происходит сегодня, какие у нас планы на завтра, что случилось сегодня. Если это какое-то падение, если это какой-то, я не знаю, промах, ошибки, мы об этом рассказываем людям, как есть. И мы показываем, как мы, например, выходим. Это, кстати, очень подкупает моих партнеров, моих клиентов, располагает сотрудников. Ну, это лояльность, это очень крутая лояльность. Вот если бы у Александра были подписаны на нас, возможно... Если не выскрываете... Возможно, было бы что-то другое. Следующее. Антон, следующее. Коротко о нашем проекте. Это ролик, видео. В России проживает 146... Погромче. Из них в Москве проживают более 12 миллионов граждан, что составляет 8% от всего населения страны. Коммерческую деятельность в России ведут 4 миллиона 100 тысяч компаний. Из них в Москве зарегистрировали более 1 миллиона компаний, что составляет 25% от всего российского бизнеса. Почему же в Москве на каждого 12-го жителя открыта компания? Почему в Москве в три раза выше деловая активность? В чем секрет? Бизнесу нужны возможности, деловая среда, активы, технологии. Москва исторически является лидером развития бизнеса, внедрения новых идей, смелых решений. И за последние годы ее сердцем стала Москва-Сити – место глобальных возможностей. Мы обладаем широкими возможностями. Начиная от аренды переговорных комнат и рабочих мест и заканчивая покупкой крупных объектов недвижимости. Но нашей главной отличительной особенностью является то, что мы помогаем открывать филиалы представительства здесь, на базе офиса в Москва-Сити. Нашими клиентами могут быть как крупные региональные представители, так и молодые амбициозные ребята с проектами стартап. Наши возможности – аренда переговорных комнат и конференц-залов, аренда рабочих мест с дальнейшим расширением, аренда мини-офисов, офисов и апартаментов, почтовое и секретарское обслуживание, виртуальный офис, знакомство с владельцами бизнеса. Также мы помогаем в организации проведения мероприятий, конференций и семинаров. Московский офисный центр создает пространство для бизнеса там, где есть большие возможности. Люди, которые платят зарплату, платят налоги, платят социатичным своим сотрудникам и так далее. Это партнеры, которые нас знают уже как будто бы не понаслышке, потому что они как бы все, каждый день что-то читают о нас. И это… Обратите внимание, что мы рассказываем не только о победах, не только о том, какие мы крутые, мы действительно показываем наше поражение. Мы показываем нашу внутреннюю культуру какую-то, что у нас происходит, какие традиции внутри компании. Это тоже очень сильно подкупает, потому что когда приходят клиенты, просто покупать контракт – это одно, а когда приходят клиенты, зная нашу внутреннюю культуру, они как-то больше доверяют, больше рекомендаций, больше реальности в отношении к нашей компании. Следующий ролик, Антон, посмотрите. Всем привет! Мы продолжаем делиться нашими маленькими бизнес-секретами. И сегодня расскажем о ежедневных обрядах, без которых не проходит ни один наш рабочий день в московском офисном центре. Первое – это утренние планерки. Утренняя планерка нужна для постановки целей всей команды, каждого отдельно сотрудника, и зарядиться бодростью, позитивом и энергией на целый день, чтобы сделать крутой доход. Второе – обязательные вечерние координации. Учерние координации нам нужны для того, чтобы понимать, все ли было сделано за день, что задумывалось с утра, достигли ли мы квоту, которую ставили на день. Третье – обязательное ежедневное ведение статистик. Статистики в компании нужны для того, чтобы мы все четко видели и понимали, где наша высшая точка, чего мы достигли, где мы падаем, ослабляемся, и к чему нам стремиться, или наоборот, где сбавить темпы. Четвертое – когда приходят средства от проданных услуг, мы обязательно в общем чате хлопаем и бодрим друг друга. Деньги мы хлопаем для того, чтобы поднять боевой дух компании, команды. Делаем походу. Пятое – письменные коммуникации в компании. Коммуникации в нашей компании нужны, во-первых, потому что у нас есть существует правило, что они написаны, а то неправда, а во-вторых, потому что это не отвлекает других сотрудников от работы. Шестое – ежедневные отчеты за день. Ежедневные отчеты в компании нужны для того, чтобы отслеживать результаты деятельности сотрудника за день. И седьмое – ежедневные улыбки всех наших сотрудников. Почему в компании мы просим всех улыбаться? А потому что это помогает поднимать настроение любому вошедшему в наш офис. За нашим победам, нашим достижениям, нашим результатам. Я чувствую себя идиотом. Вначале же. Я просила, лучше вставьте туда вот это неудачное, чем у меня ответы. Мне кажется… Так у меня даже неудачно. Я желаю успеха улучшить этот формиданый кип, с которым я прошел 4 года. Спасибо. Спасибо, 4 года. Спасибо. Этот ролик занял у меня буквально 5 минут, Алексей. Это к слову к тому, да, что сколько занимает ролик. Просто селфи, просто камера. И я была с утра в хорошем настроении. И просто миру рассказала о том, какие у нас есть традиции, что мы делаем внутри. Это однозначно располагает клиентов. Они понимают, куда они попадают, какие лапы попадают. Что это люди, у которых есть система. Что это люди, у которых есть какие-то обряды. Это не может оставить равнодушным 100%. Неважно, вы там клиент, партнер, инвестор или потенциальный и так далее. Это располагает. Это то, что помогло нам, да. То есть, возможно, первые какие-то ваши видео, первые посты, они не дадут такого фидбэка, да, такой обратной связи огромной. Но это все по нарастающим. То есть, сегодня я уже где-то год и два месяца активно веду свои социальные сети. И если мне что-то нужно, что-то найти, что-то продать, я не знаю, какую-то там помочь ребятам поднять статистику, да, что-то там, ну, предложение какое-то сделать. Я уже просто делаю пост, и, соответственно, уже идет большой поток ответов и предложений с публикой. Потому что, ну, как бы наработала уже какую-то критическую массу. Это важно. То есть, все постепенно. И не то, чтобы не расслабляться, не расстраиваться, если там пройдет месяц, у вас мало подписчиков, никто не комментирует, никому вы не нужны. Это все нарастающим. То есть, да, это все постепенно, ступенька по ступеньке. Следующий. Еще очень важный шаг один, который помог в привлечении дополнительных клиентов, дополнительных партнеров, это поставить на должность грамотного человека, который находится сзади вас. Это Алина. Она всегда со мной. Алина, да, я разместила вас даже. Алина является на сегодняшний день заместителем генерального директора по развитию. То есть, человек, выросший в компании, на сегодня задача Алины делать из холодной публики теплую, да, ходить по выставкам, общаться в каких-то медиатусовках, знакомиться с различными журналами, предлагать бартерные публикации. Например, там, а нам публикацию, мы там на день локацию дадим, да, это интересно. То есть, вы находите какие-то, какие-то полезности, которые есть у вас, что вы можете дать людям, да, чем обменяться, и предлагаете им бартерные моменты. Понятное дело, это много этого не будешь делать, потому что, ну, как бы, компании нужен доход, там, да, и действительные клиенты и так далее. Но это было нашим успешным действием. Мы предложили некоторым журналам, там, 4-5 журналов, да, взаимодействие такого характера, нам это дает, следующее, нам это дает хороший результат, да, в виде публикации в разных журналах с разными статьями, следующее. И, соответственно, ребята, генеральные директора журналов также имеют право, там, прийти и воспользоваться локацией в Москва-Сити. И следующее, то есть, не бояться предложить кому-то бартерные основы, да, пусть это будет, либо это будете вы, потому что, например, 2 года назад я лично сама этим занималась, то есть, когда у меня был маленький штат, я лично ходила, знакомилась на каких-то там вот экспо-центр рядышком есть, там какие-то были выставки вечные, раздаешь визитки, да, потихоньку, потихоньку ты понимаешь, что в компании вырастают люди, которые могут тебе помогать в этом, да, и сегодня вот у меня Алина как помощник, она занимается полностью, она общается со звездами, она общается с журналистами, организует какие-то тусовки нам, выезды. Вот мы недавно были в Сочи в виде жюри, то есть, нас пригласили как генеральных спонсоров, как жюри, где Степан Менщиков вел, что он там вел, конкурс красоты, да, и, соответственно, тоже очень крутой пиар, да, то есть, мы сидим в жюри, Менщиков там, любимчик в определенных кругах, там, да кто смотрит Дом-2, да, объявляет нас как генеральных спонсоров, мы делаем фотографии, выкладываем в социальные сети, показывая, да, нашу жизнь, нашу движуху, нашу тусовку. Это тоже является частью пиара, это является частью бесплатного пиара. Просто когда-то единожды нужно, ну, как бы сделать шаг, да, перебороть себя, не думать о том, что, блин, да, у меня не получится, бартер на основе никому не интересно, многим интересно. И за 4 года управления в Москва-Сити я это просто поняла.